В Иркутске, Хабаровске, Омске, куда мы позвоним? Люди, которые вам интересны для того, чтобы они строили карьеру вместе с Reflame. А сколько консультантов вы Reflame знаете? 200 миллионов? В России? А, в мире. Вы знаете, я могу ошибаться, но я слышал статистику, что примерно в России 500 миллионов консультантов, я не знаю, действующих или нет. Ой, извините, тысяч, простите, виноват, извините. 500 тысяч, что-то я, 500 тысяч в России, правильно, да? То есть это получается, что каждый трехсотый человек в России, но хоть как-то, связан с продукцией Reflame. Что особенно приятно, чувствую себя причастным к такому большому бренду. Но сначала, коллеги, мы поговорим немного про статистику. Я назову несколько цифр, может быть, даже не самых приятных в начале, но они следующие. Вот я довольно давно занимаюсь обучением связанных с мотивацией, с работой с продажами, с саломотивацией работников. И вот я могу сказать, что 80% людей на этой планете, мне кажется, совершенно несчастны. Приблизительно с 10 утра до 6 вечера. Ну, при этом большинство людей сами себе в этом не признаются. Потому что закончился вуз, им уже там 27, там уже малыш появился, потом второй уже 35, 40. И уже как-то тяжело что-то менять в своей жизни. И людям в жизни мешает поменять, ну, наверное, что? Наверное, страх, страх перемен, особенно когда, может быть, когда им предлагают действительно кардинально что-то поменять. Ты работал здесь, а сейчас нужно быть, нужно прям на 100% включиться в какую-то другую деятельность, например, быть консультантом в Арифлеем. И люди не совсем установят возможности гибкости, что можно и так, и так выполнять свою деятельность. Так вот, получается, ваша задача в том, чтобы количество несчастных людей снижать. Ведь есть такие несчастные люди? Возможно, вы были ими раньше. Были такие? С 10 до 6. Я когда-то тоже таким был. У меня было 3 места работы в свое время. 11 лет тому назад я стал предпринимателем. Разные направления деятельности. Я сегодня некоторые примеры покажу. Ну, и мне вообще мешал страх вот эти вот двери при открытии. Даже не очень хотелось смотреть на возможности, которые кругом могут открыться, если ты начнешь смотреть швей. Кстати, знаете этого человека? Кто это? Вряд ли вы гадаете. Кто? Моссор. Да, вот Ньютон, очень частая версия. 60, 80. Давайте позитив все-таки совсем позитив. Давайте 90 назовем. Как говорит один мой знакомый, цель моей жизни – дожить до 100 лет. Пока все идет хорошо. Ну, давайте позитив. 90 лет. Вот немногие осознают, что это, знаете, в днях сколько? В днях сколько 90 лет? Это получается вот столько. 32 850 дней. Все, жизнь закончилась. Это все. И далеко не все из тех людей, которых вы мотивируете работать, которые трудятся, вот, простите, я может привычу, все-таки несчастно на работе, не очень готовы к риску определенному. Да какой тут риск, если ты однажды заказал каталог компании, попользоваться продукцией, рекомендуешь. Ты только, ты боишься даже маленьких шагов, ну, точнее, те люди, с которыми вы работаете, которых вы привлекаете в деятельность. Так вот, часть жизни уже прожили. И получается, жизнь это, ну, сколько там, 20 тысяч дней, и все. У вас было 20 тысяч рублей в кармане надоедать? Вы даже можете по рублю представить, как эта курочка выглядит. И это значит, что вот всю эту последовательность, вот там вот в центре, мы можем, ну, как-то и сами прожить ярче, интереснее. Ведь, насколько я со стороны, я не работал в команде Арифлейм, но я со стороны понимаю, что Арифлейм это, прежде всего, общение, правильно, да? Ну, это возможность и знакомства, и общения, личный раз встретиться с человеком, поговорить не только про продукцию Арифлейм, не только о красоте и здоровье, а о чем-то другом. Вы дарите людям общение. И вот про эту особенную часть жизни, чтобы ее не прозябать, а все-таки проживать, интересно, работая и занимаясь интересной деятельностью, вот об этом и речь идет в продажах, в трендах продаж и рекрутинге, на которых я сегодня остановлюсь. И вот одно короткое видео, если у нас сейчас звук заработал, а сейчас включите, пожалуйста, вот звук, который у нас параллельно шел, в том числе с микрофона. А вот у нас такая же помощь. О работе? Делаю все, что могу. Ты отлично продавала. Люди доверяли тебе, ты им нравился. Поэтому они и покупали. Но это все уже в прошлом. Продавать только товар уже недостаточно. Ты должен продавать образ жизни, настроение. И тогда люди захотят иметь то, что есть у тебя. Согласны с этим? Продавая, да даже продавая, может быть и сильно, консультируя, общаясь, вы продаете образ жизни, тот образ жизни, который есть у вас. Да, скажите, а как вас зовут? Да. Анна, да? А, Лиана, да? Ага. Лиана, вы давно вырисованы? Три года. Можно секундочку вас? Выходите, пойдемте. Поаплодируйте Лиане, пожалуйста, смелую участницу первого ряда. Итак, первое. Приглашая, когда мы звоним, когда мы общаемся, мы продаем образ жизни. Но пока Лиана идет, еще второе. Скажите, а что самое главное в продажах, на ваш взгляд? Самое важное, это что? Результат. Понравится, эмоции, что еще? Произойти ожидания, удовлетворить клиента. Лиана, что такое? Самое главное в продажах. Уверенность в себе. Еще. Демонстрировать это. Результат. Ага. Еще что, поможете? Ладно. Боль человека и... Узнать его потребность, его боль и решить этот вопрос с помощью тех возможностей, которые у вас есть. Правильно? Да. Спасибо. Поаплодируйте смелой Лиане. Большое спасибо. Все присаживайте. Все просто. Но, знаете, я вспомню насчет главного. Я вспомню одну цитату из кинофильма. Наверное, вы помните его. Да и это не главное. Вот что отличает деловую женщину от... Женщины. Что? Походка. Ведь вот как вы ходите? Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отключится. В узел здесь завяжется. Вся скукожится, как старый рванный башмак. И вот чешет на работу. Как будто от фай сколачивают. А мы как ходим? Ой, неужели я так разумею башмак? В женщине должно быть загадка. Но мы не будем дальше продолжать. Вы помните, да, как это выглядело? То есть продавать нужно как-то по-другому. Не, ну как вот, видите, должна быть загадка. Как-то вот еще раз эмоциям продавать. Душевне. Да вот и я тоже. Выступать здесь тоже надо как-то попроще, что ли. Знаете, я пример вам приведу. Следующий. Знаете, что это такое? Особенно мужчины знают. Что это? Да, радиолокатор, радиационная станция. До 8 лет я жил в маленьком военном городке, в Кострадовской области, Мантуровский район. И мой папа военнослужащий. И вот такие вот станции я наблюдал постоянно. И помню как-то, ну как в возрасте, когда уже можно такие вопросы задавать, наверное, лет в 6, в 7, я пришел к папе на работу, забрался вот в такую вот станцию, либо в высотомер, и посмотрел на локатор кругового обзора, как это называется. И спросил у папы. Вы знаете, что это такое, да? В кино, наверное, видели. Вот как бы мы его преследуем. Смотри, где он, так вот, перекует точки. И я папа спросил, скажи, а где, как понять? Вот в небе летит самолетик. Вот, например, наш и, например, американский самолет. Вот скажи, как понять, соответственно, это на советский, а это иностранный. Как понять, правда? Ну как понять? Да, правильно. Вас зовут Егор. Егор, да, Егор, что-то раньше сказал, по сигналам свой чужой. То есть на одном самолете, советском, российском, есть, соответственно, передатчик, он передает информацию, он становится своим. Передал, вернулся. На чужом нет такого передатчика. Или он есть, но шифровка другая. Нет там дешифраторов, еще чего-то. Поэтому сигнал не возвращается. Так вот сигнал не возвращается у иностранных, то есть у чужих. Сигнал возвращается у своих. Значит, мы должны говорить с людьми так, вот как еще с программированием. Помните, в школе информатика была? Еднички и нолики. Или да, или нет. Вот лучше, чтобы было да. Поэтому быть своим, это означает, это означает говорить проще. Говорить проще с людьми. И что мы сегодня будем делать, так же в реальте звонка. Кстати, коллеги, я напоминаю, что если у вас есть желание, чтобы мы позвонили или спящему консультанту, вот сюда просто проходите. Вот здесь кладите листочки. О, уже есть, я вижу. Да, только напишите, пожалуйста, там тоже, как вас зовут, если там мне менеджер нужно представить. Я же как бы консультантом, я буду звонить спящему от менеджера, который курирует. А кандидату, ну, просто нашли в интернете. Вот у меня здесь, мне подготовились человек телефонов 5, просто в интернете выписки. И вот Наталья Фоменкова, где Наталья Фоменкова? Да, вот Наталья еще, Наталья, спасибо, вы предоставили телефонов 10, наверное, есть. Я пока сюда положу, скоро будем звонить на основе вот тех слайдов, о которых говорю, вести работу. Третье, или тренды, как бы правила, законы, как хотите. Третье, это внедрять скрипты. Коллеги, скажите, вы знаете, у вас есть какой-то скрипт продаж свой? О, вот не уходите, пожалуйста, как вас зовут? Пожалуйста, я сейчас дам вам микрофон. Екатерина, скажите, вы вот когда звоните, продаете, что вы говорите? Вот представьте, что вы со мной разговариваете. Я взял трубку, точнее, слово продаю неправильно, и вы общаетесь со спящим консультантом, Владимиром, который год назад покупал, кому-то из знакомых передавал, а вот год уже прошел, и я все говорю, ну нет, неинтересно. Бывают такие ситуации, правда? Вот я сейчас еще, спящий консультант. Вот есть ли у вас какой-то правильный скрипт, то есть текст диалога, как со мной поговорить? Пожалуйста, я говорю, алло, слушаю вас. Алло. Да, нас слушаем. Привет, как дела? Добрый день, нормально. А, то есть мы с вами как-то... Ну, вот на фото же не общались. Не общались. Да. Не, мы с вами до этого знакомы. Да, да. Хорошие и видят. Хорошие, нормально. Хорошо. Привет, как дела? Давно тебя не слышала. Нормально. Тебе сейчас удобно разговаривать? Средненько, говорите коротко. Да, хотелось сказать, дисконтная карта заканчивается у тебя в Reflame, поговорить на эту тему. Ага, так. У нас сейчас очень хорошая акция идет, можно сделать заказ с хорошей скидкой. Могу тебе позвонить, когда тебе будет много разговаривать? Я подумаю. Да, говорит, да? Спасибо, я подумаю. И ваш скрит, финальный все, я опускаю. Я подумаю. И ваш ответ. Могу я тебе перезвонить чуть позже? Ну, звоните. Хорошо, спасибо. Спасибо, аплодисменты. Все, скрит. Слушайте, я не ожидал, а сейчас мы... Да, спасибо, говорит. Мы уж с организаторами подготовились, думаю, вдруг никто не предоставит информацию. Раз, два, три, три. Так вот, какой должен быть скрит? Я вам сейчас дам текст. Вот, как бы, моя задача не только... Это рассказывать о каких-то таких вот общих, концептуальных подходах. Не только звонить, а в том числе давать вам тексты. Слушайте, по-моему, пора уже звонить, да? Чуть, чуть-чуть, хватит болтать уже. Давай, работай. Гром уже подзучал. Так вот, один из текстов здесь перед глазами у вас. Я сначала прокомментирую, а потом буду действовать. Ну, что-то сверху подниму тогда и позвоню в компанию. Пример текста. Называется она КПД. Скажите, КПД, знаете, что такое? Я буду отходить, да? Да нет, вы что? Это контакт, продаж и договоренность. Вы не в курсе? Наладьте контакт, аккуратненько продайте или предложите. Предложение П. И Д. Договоренность о следующем каком-то шаге. О каком, сейчас с вами обсудим. Но сначала прокомментирую по тексту. Есть только в зале. Поднимите другую руку. О, Ольга. Ольга, скажите, алло. Алло, Ольга. Добрый день. Так вот, начинать нужно, коллеги, вот с этих двух пауз. И есть ряд мелочей, которые довольно важны, чтобы мгновенно давать понять человеку, что с вами стоит поговорить. Еще раз, скажите, алло. Вот микрофон уже. Алло. Ольга. Да. Добрый день. Добрый день. Сейчас Ольга есть пауз. Что вы сейчас думаете, скажите? Вот если бы это был звонок. Интересный звонок. Вот, всего лишь. А я всего лишь сказал, Ольга, да, добрый день, добрый день. Просто мелочь, ерунда, но все же. И она про себя думает, кто это? Если не знакомый номер, да? Ну, если, например, если спустя год, то номер действительно может быть для нее незнакомый. Малый телефон потерял, еще что-то. Ольга, да, добрый день, добрый день. Дальше. Это Владимир Якуба. Я из компании «Реслунг», кстати. А почему это, а не меня зовут? Даже если это первый контакт, в принципе, с кандидатом. Первый контакт. Нашли в интернете, размещенный резюме. Почему нужно говорить «это, а не меня зовут?» Да. Вот, например, простите, а вас зовут? Вы к нам едите? Вас зовут? А вас зовут? Ага. Так вот, коллеги, ее зовут Анастасия. Это первый вариант. Или второй вариант. Коллеги, это Настя. Где ощущение, что она своя? Это Настя, да? А при первом, какой, знаете, официально лицу, здесь какой-то, ее зовут, чужак какой-то пришел. Нет. Поэтому говорите, все, спасибо, говорите, что не нужно. Какой-то, я сейчас, сейчас вы забегаете, да, чувствую. Так вот, это Владимир Якуба, компания «Рефлейм». Я со мной, знаете, по достаточно неординарному вопросу. Есть у вас буквально пару минут, Ольга? Можете говорить? Тоже можно обратно вернуться. Фитнеса немного, давай. Так вот, скажите, а зачем вот это неординарное? Это что такое? Что это? Интрига, да, да, да. Я помню два случая. Кстати, вот эту вот фразу, вот это прилагательный, неординарный вопрос. Два года назад я провел тренинг в Альфа-банке, но они звонят физлицам. Вот для звонков физлицам они в свой скрипт внедрили вот эту часть этих фраз. Точнее, примерно половину алгоритма, но его они взяли, ну как бы, на основании тренинга для руководителя здесь в Москве провел. И потом девушка просто у меня на тренинге в Барнауле встала и говорит, Владимир, у нас уже по этому скрипту сотрудники работают. Я говорю, и как работают? И она прямо в шестую показала. Вот так. Ну, то есть раньше они звонили такими фразами, что «Здравствуйте, я представляю компанию Альфа-банк». Скажите, пожалуйста, удобно ли вам сейчас разговаривать? Я хотел бы проконсультировать вас сейчас. Чувствуете скукота, да? А после этого они говорят, может быть, и таким же голосом грустным, но фразы, тексты поменялись. Дело и в текстах, и в эмоциях, которые извлекаются из вашего голоса. Но пойдем дальше. Кстати, помню, звоню одной женщине, директора персонала, по-моему. Я говорю, там, Светлана, она говорит, да, добрый день. Она говорит, добрый день. Я говорю, Владимир Яков, я звоню по достаточно неординарному вопросу, удобно? Она говорит, можете сейчас говорить? Я говорю, ну, если по неординарному-то говорите. И чувствуется, она еще, как, завитушки сразу говорит. И я встал ей там что-то про подбор, про рекрутинг, обучение. Она прям немножко расстроилась даже. Чего другого ждала Светлана. Ну, ладно. И помню еще второй случай, тоже очень яркий. Звоню директору по закупкам. Ну, понимаете, начальник говорил, закупка такая, работа непростая, непрозрачная иногда. Звоню и говорю, там, Сергей, добрый день, там. Я говорю, вы знаете, меня Владимир зовут, мы с вами не знакомы, я еще и добавил. Знаете, позвонок мне такой довольно неординарный, можешь сейчас говорить? Он говорит, Владимир, секундочку. Дмитрий Николаевич, выйдите, пожалуйста. Ждем секунд десять, какой-то там Дмитрий встает, стулья двигается, он там выходит, заклопнулся, говорит. И он так, да, Владимир. А я с предложением, по-моему, там была упаковка, что ли, я не помню, на тренинг кто-то просил. И пленка ПВХ, ну что-то такое. И я на нее чувствовал, у него прям, а, вы по этому поводу. И как-то он уже даже успокоился, ух. Ну, поэтому, мелочи, но они срабатывают. Дальше, а дальше П, продажа. В продаже используйте структуру, как здесь. У меня там буквально два вопроса. Когда ты говоришь человеку, Ольга, у меня там буквально два вопроса. Первое, вот когда ты говоришь цифру 2, что человек чувствует? Что это будет облегчение даже, когда ты говоришь, да. Правильно, быстро, да. Да, да. Ольга думает, ну, значит, это быстро будет. У меня там буквально вопросов может быть 22. Но они вскроют в процессе. Но основных-то два. Первое, что не звоните уже год. Второе, когда каталог отправлять снова продуматься. Все, вопросов два. Но в процессе они появятся. И у меня даже друзья шутят, говорят, что... Если Вова звонит, то он всегда скажет, у меня к тебе один вопрос. Первое. Ну, привыкайте структурировать, но не до перебора. Ну и дальше в конце, в конце Д-договоренность. Я призываю вас, коллеги, как можно чаще использовать WhatsApp, Viber, Telegram. Вы это и так делаете, правильно? Ну, я расскажу, почему мессенджеры сейчас двигаются еще быстрее, несколько позднее с примерами. А сначала, коллеги, вот после небольшой прелюдии, вот Д-договоренность, один из примеров, что вы можете, что я могу Ольге отправить после телефонного разговора? WhatsApp, что? Ссылку, да? Голосовое сообщение, да? Видео могу отправить. Ссылку на каталог, конечно, да. Ну, лучше, чтобы я все-таки заказал печатный, но все же, да. Вариантов, ну, или навстречу, адрес встречи, потом лечь исписываться, потом через три дня напишу, Ольга, добрый день, как ситуация, знак опроса. Все что угодно. Потому что некоторые люди просто не хотят общаться голосом, они хотят общаться онлайн. Я, знаете, вот пример приведу, сейчас он вспомнился мне, лечу в самолете, точнее, взлетаю, по-моему, это был Благовещенск, только очередной перелет. Кстати, в прошлом году, вот, я провел, представьте, 144 выступления, вот за год. И это было городов, спасибо, всего городов, всего городов сейчас 107 и 16 стран. Ну, вот это было, там, городов 50, наверное, в прошлом году. Я помню, вот такой вот, какой-то уже такой усталый, с одного прилип на другой, сижу у прохода. И чувствую, чувствую, кто-то идет, идет, уже это полусон, и я уже глаза закрыл, отдыхаю. Кто-то идет, идет, и остановился. Ну, такое вот ощущение. Ну, остановился, остановился. А я, знаете, вот сижу, и я не очень, неаккуратно вытащил ногу чуть-чуть направо. Ну, она у прохода мешает. И кто-то шел, шел, остановился. Ну, я просто это ощущаю, голова вниз. И человек стоит несколько секунд, а потом начинаю ощущать вот в правой ноге сильную резкую боль. И я резко открываю глаза и вижу, что стоит мужчина вот в жилетке аэрофлот и катит женщину, которая вот на инвалидной коляске. Ну, может, старушка или еще что-то. И, знаете, вот, то есть он, в этот момент я понял, ну, что произошло, понятно, да? Он едет, 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 видит нога, препятствие. Он подождал секунды три. Человек уберет, не уберет, но видит, не убирает. Ему не хочется говорить вообще. Ему легче вот это движение делать вперед-назад. Все, на ногу наехал, я сказал, ай, глаза открыл, все понял, ногу убрал. И он поехал дальше. И, знаете, такое, на меня постоянно что-то такое, грозно, что ноги расставил. И пошел. И он тоже ничего не сказал. И, знаете, ну, мне тоже было неудобно еще ногу наезжать, все-таки человек с коляской, это когда так. Но в этот момент я понял, осознал для себя совершенно точно, что некоторые люди вообще не хотят разговаривать. Они готовы к другим средствам коммуникации. Ну, например, наехать на ногу, например, что-то прочитать, ответить. Согласны с этим? Вы задумайтесь о молодежи, о подрастающих ваших детях. Вот, учитывая, что когда там в 2000-е уже появились соцсети, многим из них легче переписываться, чем разговаривать, правда? Они с большей готовностью общаются вот так, чем вот так. А публичное выступление для них, ну, это и совсем уже, совсем тяжело. Потому что очень многое уходит в онлайн. Поэтому помните, особенно про молодое поколение, что все в процессе будет уходить как можно больше в мессенджере. Вот поэтому Дуров не стал соцсети сдавать, а именно Телеграм создал, понимая. Будущие тренды. Ну, а теперь давайте по звонкам. Я даже в растерянности. У нас первый звонок запланирован должен быть спящему консультанту. Вот я вот беру, например, написано, Аксиния была на антикастинге от Ольги. Это кандидат, да? Это кандидат на работу. А скажите, вот, а кто это написал? Аксиния, кто написал это? Выходите сюда, пожалуйста. Прокомментируйте. Пока вы идете, я еще второй возьму, может быть, у нас по продажам будет. А, консультант. Спящая была в бизнесе, сейчас только дает заказы. Марина Данилова. Спящая была в бизнесе, сейчас только дает заказы. Задача вернуть в бизнес. Я Надежда Данилова. А где Надежда Данилова? И та, и та Данилова, да? А это... Это не брата Неста, нет? Это просто однофамильцы, да? Ну, выходите тоже, да. Тут, я понял, тут спящая менеджер, а тут кандидат на работу, правильно? Ага. Ну, давайте так. Мы начнем... У меня этот скрипт разговора позднее. Вы сейчас мне... Выходите, пожалуйста. Вас зовут Ольга, да? Да. Вы хотели позвонить кандидату. Да. Я считаю кандидатом. Ей очень понравилось, да, натикастинге. Соответственно, хочу ей предложить работу. Понял. А вы как чаще всего людей находите? Через знакомых или, например, в интернете кандидатов? Ну, и так, и так. Но чаще всего получается через интернет. То есть, холодный рынок. Надежда, и у вас другая ситуация. У вас ситуация, когда есть некая... Марина Данилова. Ага. Это кто? Не сестра? Нет, не сестра, она в бизнесе. То есть, человек, с которым мы давно знакомы шли какое-то время в бизнесе вместе. То есть, сейчас она родила ребенка полтора года, примерно ничего не делает. Ага. Ага. И вы ей давно звонили после ряда? Ну, мы созваниваемся где-то раз в две недели. Раз в две недели созваниваемся. И она все говорит завтра, да? Ну, да. Вот момент настанет, и я приду. Все, понял. Ну, да, не уходите, давайте вместе поговорим. Да вы, я, простите, она... И все позвонить... Не смогу, но, например, начать с Марины Даниловой. Может, мы поставим с рядышком, хорошо? Ага. Ну, она с маленьким ребенком, она может трубку или кто-то скид, да? Хорошо. Если она не берет трубку, то мы позвоним сразу же по второму номеру. И это у нас Аксиния, да? Аксиния. Что они планируют взять ипотеку. Ну, соответственно, девушка очень хорошая, позитивная активность. Она постоянно работает? Да. А я могу сказать, что по вашей рекламе от времени? Да, конечно. Алло. Алло. Аксиния? Да. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Я, знаете, позову ее по такому достаточно неординарному вопросу. Есть пару лет буквально у вас? Да. Аксиния, дело в том, что мне по рекламе с вами называется Ольга Округина. Из Арифлейма. Ну, знаете ее, наверное, да, Ольга? Да. Ага. А я с компанией укурирую вопросы, связанные с наймом, с поиском интересных людей, с которыми мы можем в команде водой работать. Вот у меня к вам два вопроса буквально. Первое, скажите, как у вас сейчас с занятостью, в том числе с дополнительной занятостью? Ну, у меня работа вечерняя. Работа вечерняя, да? То есть днем, утром вы более-менее свободны, вы знаете, да? Ага, понял. Ну и второй тогда, по поводу, знаете, о компании Reflame, да? Да. Ну, у нас только в России порядка, сколько, 490 тысяч консультантов, там в разном режиме работают. Вот насколько, скажем так, дополнительная работа, занятость, деятельность могла быть интересна, как думаете? Ну, пока маленький ребенок, думаю, наверное, времени будет больше, пока мы в садике. А, у вас уже в садик пошел, да, малыш? Да, да. О, ну тогда легче. Здорово. У меня вчера ребенка в садик отводил, тоже полгода ходил. Да, мы вот тоже только-только пошли, еще буквально на часик, а два остаемся, пока привыкаем. Ага, ну вот мы в час забираем, вы так же? Угу, да, да. Ага, вот, три годика у вас, да? Нет, два и два. Ага, ну понимаете, почему об этом говорит, да? Три, два месяца. Ага, понял, ясно. Хорошо. Ну, Аксинья, тогда вопрос сразу, тут или лично увидится лучше, или же... А мы из какого города? А тут лично у тебя будет сейчас, нет? Ага. Ну, я-то, я сам... Я просто из Ревзды. Ну, я сам, я сам больше из Москвы. Ну, а так, а, знаете, какая у меня идея? Вы, кстати, каталог видели, Арифлэйм последний? Да, видел. Ага. Мы можем так сделать, ну, знаете, как первый шаг определенный. Вы выберете, ну, тем более праздники, там, День влюбленных, 23 февраля. Да. У нас, знаете, каталог номер два в этом году, там, знаете, с одной стороны листаешь для мужчин, с другой для женщин. Ну, просто, ну, очень удобно сделать. Вы, что-то, возьмите и каталог увидите, потом сразу созвонимся и начнем уже как-то потихонечку работать по следующему шагу. Как думаете? Ну, давайте попробуем. А что больше заинтересовало вас? Вот, может, если листали? А, именно... То есть, коллеги, она уже как бы сказала, да, но мы продолжаем дожимать. Видите, это вот мы были на антикастинге, что там меня больше заинтересовало? Да, да, да. Питание и wellness. А, понял. Вот. Понял, по питанию, ну, у нас и... А смотрели? Есть еще, есть еще The One серия у нас, Тур для ресниц, знаете, наверное? Ну, нет, я бы не пользовалась. Знаете, сейчас, я думаю, не до этого вообще, да? Сейчас больше вопросов по этому поводу. Это она там была, либо там? Она там была вообще? Ага, хорошо. А что сказать? Какое слово? Хать. Название продукции скажите о коем-нибудь. На выезд, да? А на выезд, знаете, вот, уход за лицом, вот вы на это обратили внимание, да, я думаю? Ну, да, да. Ага. Ну, понял. Ну, тогда у вас, кстати, под рукой или каталог? Нет, нет, к сожалению. Ага, ну, сейчас вы не дома, да, я так понял? Да, я не дома. А, ну, ладно. Хорошо, давайте тогда так. Моя вот коллега Ольга, она мой руководитель прямой, я попрошу, чтобы она вас набрала, ну, там, не вечерком, там, завтра лучше. Вы с ней вместе подберете? Ага. И она расскажет уже, как там, более активные шаги делать по, ну, там, по работе как консультанта. Ага, ладно. Кстати, а вы в будущее, вот, когда малыш уже там стабильно будет в садик ходить, вы планируете на полудень выйти? Ну, у меня работа как раз-таки вечерняя, потому что я занимаюсь, я холиограф детский. Ой, здорово. У меня коллектив, поэтому у меня все равно все занятия вечерние, в любом случае, это после школ, после садиков, с шести вечера и до десяти. То есть у меня в любом случае работа вечерняя, даже если я выйду на полный день. Больно, больно. А вы и с малышами работаете, или со взрослыми? Больше с малышами до десяти лет, с четырех до десяти. Ну, прекрасно, значит, с мамой будете общаться. Ой, слушайте, здесь столько возможностей. Хорошо, тогда не будем двигать вперед, Ольга добьет завтра. Хорошо. Спасибо, хорошего дня. Хорошо, всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо, Ольга, аплодисменты Ольге. Вы поняли, надо позвонить, не позвонить человека. Надежда, ну, пока присаживайтесь, раз мы позвонились. И громкие аплодисменты надежды за попытку в контакт. Как, коллеги, вам понравился разговор? То, что нужно? Давайте каратенчик его по частям разберем. Но сначала просто комментарий с места. Что было правильно? Позитивный. Настрой позитивный. Было, да, еще что? Удивление. Удивление. Выходите, расскажите. Удивление. Одинаковые проблемы, коллеги. Я действительно, я вчера первый раз в жизни поговорю ребенком касательно. Ну, жена водила, вот я первый раз вчера правильно поаплодировался. И забрал в первом жизни. Когда вы почувствовали, что неинтересно, вы тут же уходили от этой темы, все. Да, не долил. Не долил. То есть я сказал, что-то никто там за вам сказал, понял, ерунду сказал. Да, и сразу, ой, да, в машине до этого. Да, ну, как правильно, подстраивался. Еще что? А еще, заметьте, коллеги, ну, помимо той структуры, заметили, что она была похожей в разговоре? Верю, там, два вопроса было. Правда, у меня их было не два, да? То есть я бы сейчас еще, вот правда, если бы это была классическая ситуация, я бы с ней еще все-таки минут, наверное, десять поговорил. Но так вот ее проскачивал бы, чтобы еще выше ее мотивация была. Помните, с чем мы завершили разговор? Помните? Договоренностью. Ну, в идеале я бы ее что-нибудь в WhatsApp скинул, но сейчас уже на сцене это тяжело. Но вы почувствовали эмоции, какие возникли в конце? Доброжелательно, да. Ну, и она такая, знаете, не сильно эмоциональная девушка, это чувствуется. Ее так раскачать непросто. Но к тому, что, Оль, давайте не будем забегать вперед. У нее есть, и вообще, в случае, я пытался передать, надеюсь, что у нее это ощущение есть. Интерес чего-то интересного завтра. Правильно? Отчера, интерес. Ощущение чего-то интересного. Я говорю, ну, давайте не будем забегать вперед. Помните, да, предвкушение. Завтра будет еще что-то. Моя задача была ее подогреть, чтобы Ольга ее в добром смысле дожала. Договорилась, и они, правда, начали работать. Скажите, а вот теперь совершенно откровенно, даже не говоря о продукции Арифлеем, вот скажите, этой девушке, которую зовут Аксиния, вот Аксиния, это правда полезно будет в жизни? Вот, коллеги, я обучаю, вот уже четыре с половиной года я обучаю психиатров и неврологов. Ну, есть у меня такое вылечение. Да. Ну, у меня темы другие такие. Я обучаю их там у сложных пациентов в работе врача-психиатра, например. В Перми ввел, в Липецк, в Санкт-Петербурге будет через две недели. В Иркутск полечу в следующую субботу. К психиатрам. И вот я почему о ней сказал. Вы знаете, какой процент людей в России с депрессиями? Какой процент людей в этом зале? Ну, кстати, в этом меньше. Ну, если просто статистику брать, я бы даже сказал, существенно меньше. Потому что у вас есть возможность, какая? Правильно, общаться, развиваться и общаться. В конце концов, вот сюда приехать. Для вас сегодняшний день праздник, правда? Да. Праздник. Вы красиво оделись, вы общаетесь с другими женщинами, мужчинами, коллегами, людьми, которые занимаются похожей деятельностью. Это интересно. Так вот, если чего-то не произойдет в жизни у юной девушки-хореографа, а, как же такое имя красиво, Аксиния, да, все. У Аксинии, то может быть ситуация, особенно я хорошо понимаю, например, свою супругу, маленький ребенок, что просто будет то, что, ну, когда она замкнется в себе, или меньше круг общения будет, какие-то вот неврозы, депрессии, это не позволит ей, например, родить следующего ребенка, ну и так далее. Рождаемость в России падает. Вот, Арифлейм помогает рождаемость повышать на жизнь. Правда? Конечно. И вообще, Арифлейм следит за психологическим состоянием населения России и мира. Вот как бы красиво вышло. И это совершенно так, если ей речь идет о возможности, которые ей предоставляются. Другой человек, это вот другая компания, которая каждый день работает, стабильно, с 9 до 6, вряд ли это предложить ей. Так. В разных регионах по-разному, но я могу сказать, что, я могу сказать, что, это не моя мысль, вопрос статистики, то, что мне говорят психиатры. Каждый третий человек в России с заболеваниями. Или, каждый третий человек, или по психотерапии, или по психиатрии. Психотерапия это легче. Это еще поговорить можно. Это еще можно в Арифлейме работать, общаться. А в психиатрии это уже, это уже там таблетки принимаешь и из-за Иван продаешь. В общем, помогайте людям на ранней стадии. Продолжим, коллеги. Мы скоро еще позвоним кандидату. Так, это у нас был кандидат. Нет, мы позвоним к спящему консультанту. Немного позднее. Ну, а пока я одну выдержку хотел показать. Сейчас мы, я прошу звук с компьютера запустить. Еще один нюанс, о котором я хотел сказать здесь в тексте. Вы обратили внимание, что, вот видите, я говорю, это Владимир Якуба. Видите там что? Что там? Вот, можно секундочку вас? Отдышите. А выходите, пожалуйста, да. Каратенечко. Поаплодируйте смелую участнице, которая и не собиралась. Мы просто в первом ряду, вот так как, да, да. Пожалуйста, вас зовут? Анна, только это Анна, посмотрите, пожалуйста. Ага, сейчас. Не работаю. Да, сейчас тут Анна, туда. Анна. Анна, ты представь, что вы звоните мне. Вот примерно по скрипту, вот этому, хорошо? Вот приблизительно, там Владимир, да, добрый день, добрый день. Хорошо? Я говорю, алло. Добрый день. Не, я Владимир. Давайте сейчас я, вот сейчас я попробую. Вот так вот. Давайте, я Ольга, хорошо? Прочитать надо. А Владимир Якуб, звоните на себя. Все, я Ольга. Алло? Владимир. Да. Добрый день. Добрый день. Это Шестернева Анна. Ага. Я из компании Арифлэймс. Да, а теперь я на вопрос. Скажите, зачем Анна добавила Шестернева? Туда, смотрите. Ну, для чего фамилия? Ага. Только, коллеги, наоборот, не Шестернева Анна, а Анна Шестернева. Зачем фамилия нужна? Для первого раза еще раз, для первого раза. Для второго уже не надо, согласен с вами. А для значимости, да, правильно, и значимость, и доверие. Как вы сказали, идентификация, точно. Добрый день, Владимир, да, добрый день, добрый день. Это Анна Шестернева, компания Арифлэйм. Правда, ощущение, что я какой-то важный человек? А ты по-другому. Владимир, да, добрый день, добрый день. Это Анна, компания Арифлэйм. Чувствуете? Или Аня, какой-то... Что за Анна? Стажер. Или же Анна Шестернева. Шестернева, Шестернева, что слышал? И чего? И вот такая дальше. Понимаете, у меня такой вопрос, довольно неординарный. Но... Понимаете разницу? Коллеги, поэтому вот эта вот мелочь, эта деталь, добавляйте свою фамилию. Это была Анна Шестернева. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь еще один нюанс. Вспомните один фильм, который подтвердит мою версию. Может, мне тоже нравится. Почему так дорого? Это Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенко. Тищенко, да. Не, ну я слышал, слышал. Ну, видно, хорошего, конечно. Да, хорошего, хорошего. Пока все равно в Москве, а там. Или сейчас. Лучше сейчас. 50 долларов давай и поехали. А остального? Слава, она стоит 200 долларов. Успокойся. Что стоит 200 долларов? Картина. Какая картина стоит 200 долларов? Эта картина стоит 200 долларов. Да? А почему у нас стоит 200 долларов? Это же Тищенко. Ой, кто это Тищенко? Я тоже не знаю. Вот только Слава что-то о нем слышал. Слава, кто это Тищенко? Иди нахер. Спасибо, Света. Аплодисменты кинематографа российского. Я думаю, что поняли. Это Шерстенева. И за рефлайн. Ну, ну. Несколько блоков, три мы прошли, коллеги. Вот этот вот общий слайд. У нас и будет всего 14. Какие-то будут быстрее, которые я скажу. Минуту какие-то подробнее. Кстати, четвертый блок вот про мессенджеры. Об этом, по-моему, я говорил, да? И я на этом остановлюсь. Когда прошло спящий консультант, с которым мы не разговаривали, ну, какой-то период времени. Вот если я позвонил, человек не взял трубку. Егор не взял трубку. Что мне делать? Если Егор не взял трубку первый раз, что вы делаете? Да. Вообще, для начала можно позвонить второй раз. Ну, может, человек занят, был еще что-то такое. Ничего такого. А если он второй раз не взял, тогда что? Да, тогда третий раз звонить уже совсем не хорошо. Тогда вы пишете, Егор, запятая, добрый день, Enter, в WhatsApp, нашли его. Ждете 60 секунд. Вдруг ответит. Вдруг диалог завяжется. Вдруг он онлайн появится. А потом, что вы пишете? Какой вопрос? Я компанияр данного вопроса? Да тут Егор-то уже знает, по какому вопросу. Ну, вы знаете, такие вот слова. Например, я пишу, как ситуация, и скобочка, ну, типа улыбочки такой средней. Что еще можно писать? Что-то случилось? Егор скажет, а что-то должно? Ну, вы не пугаете людей, а? Что-то более мягкое, легкое, да. И продолжайте, продолжайте мессенджеры. Потом вы его даете в соцсетях. Просто лайкните. Лайкните Егора. Через два дня еще лайкните его пост. Потом сделайте репост, или напишите комментарий, потом его личное сообщение в ВКонтакте. Егор, добрый день. Что-то случилось? Неже чем. И продолжайте. Что вы делаете вечером, если, ну, как бы, тут и так, сколько это спросите в перерыве. Коллеги, поэтому общение через мессенджеры, соцсети для следующего-следующего-следующего контакта. Пятый блок. А, кстати, здесь же, перед пятым блоком, вы знаете, что, ну, сколько, месяца три назад тому выпустило, по-моему, и Viber, и Telegram обновления. В WhatsApp это менее удобно, но все же работает. Вот, например, в Telegram можно отправлять видео, видео, короткие сообщения. Вот, знаете, в нижнем правом углу в телефоне микрофончик, знаете, да? Если в Telegram еще раз нажать на этот микрофончик, появляется экран, и ты отправляешь видео-сообщение. Например, Егор, добрый день. Это Владимир Якуба решил вам отправить информацию о новом каталоге. Кстати, он выглядит вот так, номер два, и с одной стороны видите листается так, с другой так. Вот, кстати, посмотрите, а я наберу вас завтра, хорошо? И отпускаете кнопку. И оно отправилось, и все. Я потратил 12 секунд времени. Скажите, Егор вот такой кто-нибудь отправлял? Да. Но вероятнее всего, каждый вот так вот, да, все? Коллеги, это не видео, которое вы загрузили. Видите, это легкость такая. Она даже не подразумевает такого же видео-ответа, еще что-то. 12, 15, 16 секунд. Показывайте визуально, чтобы вы открыты. Один из трендов, один из подходов, раз уж мы говорим про что-то новенькое. Помимо мессенджеров, что еще? Еще один блок называется «Завершайте фразы зацепками». Что за зацепки? Скажите, что за зацепки? Это как? Вопросы. А кто сказал вопросы? А, выходите, пойдете поговорим. У меня вопросов вам есть. Походите, да. Но пока вы идете, я хотел бы рассмотреть еще один алгоритм скрипта. Пойдите прямо в сцену, входите. Голосовые сообщения. Да, конечно же, да. Я с своими коллегами голосовыми сообщениями общаюсь на летных процентов 70. Своими подчиненными. А с клиентами, ну, знаете, так, процентов 30. То есть это... Голосовое сообщение считается, когда уже есть некий элемент доверия. Поэтому, если, говорит, звонок, есть последнее воздействие, ниже сообщение, ниже голосовое сообщение, ниже... Видеозвонок креативная вообще штука такая. И он это использует с осторожностью, но пробовать. Голосовой, конечно, если вы уже общаетесь, работаете с клиентом. Ну, только не новые там. Вот, например, я девушке-хореографу, если позвонил по голосовому звонку, ну, не позвонил, а сообщение оставил, было бы, наверное, не совсем то. Вас зовут? Меня зовут Светлана. Какого города? Город Белград, разумный бизнес. Ага. Света, поклоню тебе Белгороду. А теперь у меня вопрос к вам. Светлана, когда вы звоните, задаете ли вы вот такой стандартный вопрос? Всегда говорю. Всегда говорите? А нужно ли это делать? Нет, бывает исключение, когда мне нужна информация, ну, важнее дать информацию за каждое время быстро. Когда я, как бы, я не даю... То есть это как? Ален, вы говорите со мной. Я человеку не даю опомниться. Ну, дайте мне, не дайте мне опомниться. Ален? Я говорю, Владимир, у меня срочная информация, я хочу с тобой поговорить, можно ли? Давай. Ага. Вообщем-то, это примерно то же самое, только вы заменили фразу удобного говорить на можно, правильно? Да. Так же. Скажите, всегда ли нужно спрашивать, удобного ли человеку говорить? Как вы считаете? Вот давай проголосуем. Кто считает, что не надо? Хорошо, все. А кто считает, что нужно спрашивать? По-моему, или что нужно, чуть-чуть перевешивать. Да, а воздержавших, Влад, не надо воздержавших сказать. Я понял, в те руки кто не поднял. Про удобного говорить. Коллеги, на мой взгляд, что-то похожее спрашивать нужно, но просто эта сама фраза может людей раздражать. Может? Да. Именно сама фраза удобно вам говорить. Что могут ответить? Нет. Да уж. Иногда даже просто из-за вредности. Вот нет и все. Угу. Хотя сам сидит, может семечки щелкать. Как? Достало уже, да. А вас зовут? Руслан. Не только Руслан достало. Меня тоже немного. Да и многие в зале. Почему? Потому что вы сами задумываетесь. Удобно вам говорить. Вот вы сейчас в зале сидите. Вот Руслан слушает в третьем ряду. Удобно ему сейчас говорить? Нет. Нет, неудобно. Да вот вообще. А хорошо. Все люди вышли из зала. Вот он сидит, шнурки закрушит. Удобно говорить? Правда, тоже неудобно. Устамат. Завязывает. То есть удобно это означает, что ты сидел расслабленный. Сидишь, держишь рака в этом. Алло. Так вот в целом, если говорить про смысл этого слова. Поэтому вопрос в том, что надо заменить эти фразы и упростить. Кстати, по поводу упрощения. Я тоже упрощу свою форму одежды. Я специально надел галстук, чтобы такой вот маневр был. И можно было физически стать проще. Так вот, чем заменить тогда? Какими фразами по-другому? Я по делу. Есть минута еще? Я быстро. Я буквально минуту. Можно еще? Говорить морешь? С двух лет можно говорить, да? Алло, Ксения? Да. Говорить морешь? Это кто? Это Владимир Якуба. Невердневный вопрос. Можешь говорить? Ну? Ладно. Тогда, Светлана, вот как вам эти фразы? Я рекомендую две. Вот я их использую. Вам что-то может понравиться? Не совсем. Но два текста вот таких. Есть буквально пара минут. Алло, Руслан? Да, добрый. Есть буквально пара минут. Согласно упрощает. Вот удобно говорить, а тут есть буквально пара минут, как бы пару, ну как-то выше. Вероятность, что Руслан завязывает шнурки, и тут пара в принципе есть. Ну, помните, где пару там, и тут как уже пойдет. Но, кстати, людей не обманывайте. Пошло две минуты, вот после этого уточните. Руслан, есть еще? Можешь говорить? Да, я продолжу тогда. Уточняйте так легко, когда уже зацепили. И вторая фраза, и вторая фраза, алло, Светлана? Да. Добрый день. Добрый день. Это Владимир Акуба, компания «Руслёк». Можете сейчас говорить? Могу. Или можете сейчас говорить? Есть буквально пара минут? Ну, пару минут, наверное, найду. Дважды, когда еще двойной дожим, уже еще тяжелее отказать. Аплодисменты Светлане. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь, а теперь по текстам, по скриптам пройдемся. Это вот первая фраза. А дальше мы сейчас говорим про зацепки. И зацепки, которые не позволяют человеку двинуться дальше. Вот у нас участница идет на сцену, я вижу, да? Вы ко мне идите, да? Руслан, тогда вы, проходите, пожалуйста. Вы пристали, специальное такое, чтобы я вас вызвал. Выходите, пожалуйста, Руслан. Поаплодируйте сменному участнику, Руслану. Сейчас узнам из такого региона. Аплодисменты. Как вы знаете, откуда я прилетел сегодня? Сегодня я прилетел из Сочи. В 16.35 у меня поезд в Нижний Новгород. После завтра вступление в Чебоксарах. Такая вот стандартная логистика в моей жизни. А? А как ребенка в сад будете? Так вчера в Сочи повел. Мы два года завтра переехали за жену и ребенка от фрэр. Ну и сам там. В общем, то есть в Сочи есть кто-то? Ага. Ну, в общем, можно понять, почему в Сочи жить комфортнее, но все равно работы больше здесь и в регионах России. Но сначала еще раз знакомься. Руслан из какого города? Руслан Униран, город Ижевск. Ижевск. Поаплодируйте Ижевску. Потрясающий музей Калашникова у вас есть в подвале. Завязательно. Когда ты стреляешь, а человек стоит рядом, вот так сзади стоит шалик, и ты стреляешь. Ты понимаешь, а вдруг у него тоже пистолет? А такие есть в кобуре. На всех случаях. Вдруг ты у психиатра не был. Так вот, давайте сейчас, Руслан, с вами проиграем. Вот если вы мне звоните, вы сказали фразу, вот это можешь сейчас говорить, а я говорю нет. Как вы обычно действуете? Давайте попробуем. Алло, я Владимир, спросите, удобно ли мне говорить? Можете говорить, пожалуйста. Алло? Владимир? Да. Добрый день. Добрый день, Руслан. Можешь сейчас говорить? Ну, сейчас Руслан неудобно. Я буквально у тебя минуту займу, мне надо... Ну, хорошо, поаплодируйте. Хорошо, хорошо. Руслан понимает, хорошо принцип, что первый раз настоять можно. Первый раз, если человек говорил, не очень удобно, я ответил, категорично нет. Руслан, например, по моему голосу не услышал, что я на совещании прыгаю. Да не могу говорить. Он не будет настаивать, Руслан по-человечески понимает. Но если он просто в беседе чувствует, что это, скорее всего, отмазка моя, то Руслан первый раз понастаивает. Какую фразу вы сказали? Я буквально у тебя займу минутку, но я здесь сря продолжу. То есть надо было на этом остановиться. Я буквально у тебя займу минутку. Разреши? Да. Разрешите? Ну, и я говорю, ну, да, например. Хорошо. А если я сказал нет, тогда как будет? Не, не могу сейчас. Окей. Через коп тебе перезвонить? Руслан, сейчас занят. Давай побольше. Сейчас занят, давай. Ага, ага. Вот. Окей, я тогда тебе наберу ближе к вечеру. Угу. Да, поаплодируйте Руслану. Руслан завершает зацепкой на вечер. И делает абсолютно верно. Потому что бывает очень часто сценарий следующий. Давайте проиграем. Я сейчас не очень проект сценарий создам. Руслан, скажите, алло. И отказывайтесь совсем. Алло, Руслан, можешь сейчас говорить? Нет. Когда лучше перезвонить? И когда вы спрашиваете, когда, это не очень хорошо. Я Руслана второй раз напрягаю. Когда лучше перезвонить? Слушай, я занят, так вообще сейчас. Ну, ладно, хорошо. И положи трубку. Я вообще когда говорился? И когда я позвоню в следующий раз Руслану, я для него буду назойливым. И даже, может быть, не очень приятным типом. В следующий раз звоню. Руслан, сейчас освободились? Слушай, ну нет. Ну, когда лучше перезвонить? Опять стандартный вопрос. Опять раздражаю. А Руслану хочется сказать, когда? Никогда. Или через год. И Руслан говорит. Говорит, очень грубо, Руслан. Скажите, ну, бери завтра. Ладно. Это вы уже слышали, да? Ну, бери завтра и прошел год. 365 исходящих звонков. Пропущен. А теперь, коллеги, несколько скриптов. Давайте так, я буду... Вы отказываетесь вот здесь вот, желтым считаете, а я буду считать вот как здесь, хорошо? Вместе, Руслан. Алло, Руслан, добрый день. Можешь сейчас говорить? Нет. Руслан, тогда разрешите буквально 30 секунд. Можно? Окей. А, ну, вы тогда говорите, например, говорите да. Если говорите да, то я говорю, помните, Руслан, я поду вопросом. Разрешите? Можно, да? Да. Ну, расскажите, да? Руслан, могу подробнее сейчас? И начинаем говорить первый вопрос такой-то, второй такой-то. Могу, потом, когда две минуты прошли, не нужно обманывать людей. Вы же пару минут попросили. Говорите, Руслан, я продолжу. Разрешишь? И продолжаем дальше. Если да, а если нет, если Руслан сказал нет, давайте еще раз. Руслан, можешь сейчас говорить самое начало? Нет. Руслан, 30 секунд, разрешите, и вы говорите нет. Нет, говорите. Понялось? Тогда перенаберу ваш номер после двух. Хорошо? Нет. У меня сладость сейчас закончится. Или вы говорите, или вы говорите фразу «Я сам вам перезвоню». Ну, да, я сейчас их знаю. Азлан, давайте, Руслан, как хотите так и говорите. Давайте. Руслан, когда я перенаберу после двух, хорошо? Давай ближе к вечеру созвонимся. Все, после четырех. Договорились. Договорились. Ага. А теперь, давайте, попытайтесь от меня отстать совсем. Вот прям отстаньте, чтобы я никогда больше не позвонил. Давайте еще. Алло, Руслан, есть пару минут? Слышь, но не звоним, пожалуйста. Сразу, да, так? Руслан, Полагаю, сейчас не очень удобное время для диалога, я тогда в другой день наберу. Хорошо, Руслан? Нет. Понял. Руслан, там просто новый каталог, второй появился. Я на следующий день. тогда точно нету. Руслан, я сейчас, я чувствую, сейчас по времени не очень удобно. Я скину кое-какую информацию в WhatsApp'е и наберу на следующий день. Спасибо, Руслан, хорошего дня. На почту пишу. Да, окей. Пишу. Руслан, собака. Руслан, собака. Дальше, отставим меня .ru. Этот, да? Да, да. А, ну этот у меня есть. Хорошо. Я тогда, это я уже многим рассылал. Меня постоянно об этом против. Я, кстати, скажу, что вот эта манера, она может на самом деле потом заинтересовать вот этот вот шуточный весь разговор. Ну, я же улыбаюсь. Да, да, это клево, потому что, ну, я сам прошел из продаж. Вот, вот эти вот моменты я тоже так же использовался и переводил часто уже в некий стёп, и человек на самом деле уже говорил, слушай, давай, чё у тебя там? Угу. И именно с первого звонка они положат трубку, когда я доброжелательно даю понять, понял, замечу, я не в работе с выражениями, я просто отхожу в сторону и говорю, понял, ну, тогда праздник или наберу, понял, тогда отправлю, и он говорит, Руслан уже достаёт и говорит, чё у тебя? Давай, говори уже, чё надо. А, Руслан, я по двух вопросов. Первое. И пошли дальше. Аплодисменты Руслану, большое спасибо. Ну а теперь общий слайд, как вы просили. Общий слайд. Здесь ещё есть два дополнения. Первое, видите, клиент, может быть, кандидат, я отойду в сторону, говорит, я сам вам перезвоню. Вот внизу, вы говорили, часто говорят так, да? Да, и конечно не перезвонят. Вот я сам перезвоню, вы говорите, хорошо, запрещено так говорить. Вам человек сказал, я сам перезвоню, вероятность какая, что он перезвонит? Ну, правда жизни, даже никакая форма сказать, да? Ну, так и есть, да. Ну, наверное, всё-таки пару процентов-то есть. Ну, всего лишь пару процентов. Ну, очень мало. Поэтому я вам сам перезвоню, на это у вас пандартный ответ. Вы говорите, Руслан, договорились, тогда я буду ожидать вашего звонка? Видите, я соглашаюсь. Всё, Руслан, я тогда жду вашего звонка? Или же, видите, или же, ну, как знаете, между прочим, или же я ваш номер перенавирую, ну, например, завтра. Хорошо, Руслан? Всё, поставил календарь, заметку, 96% вероятность, что он не перезвонит, и перезваниваю ему. А потом, когда звоню, говорю, алло, Руслан, добрый день, даже не, почему не звонил? Нет, я не заставляю его оправдаться, что вы. Я говорю, Руслан, договорились сегодня созвониться, есть парни, но договорились, реально же договорились. И продолжайте легко диалог. Ну и вот, когда человек, если человек совсем говорит, грубо отстаньте, ну, слово отстаньте, может быть другое, не звоните, или спасибо, это неинтересно, вы тоже можете попадаться на то, что вы, ну, ладно, ну, неинтересно, если что, будем-то на связи. Нет, здесь другое. Руслан, понял, полагаю, сейчас не самое удобное время для диалога, я тогда ваш номер наберу позднее, например, где-то через неделю, хорошо? Нет, не звоните, понял, в феврале. Какой февраль? У нас в марте, как раз ежеквартальная будет информация, все, до марта, с наступающим вас, какие наступающие? Че ты сказал, новым годом? 23 февраля, да? Хорошо, он отметит, как раз после февраль, с кем-то с кем-то созвонимся, Руслан, там будет такой каталог, давайте не буду забегать вперед, до Змакарфа. Ну ладно, до Змакарфа. Я вам ватсаперские на ссылку, вы удивитесь. Вот благодаря этому в предвкушению, даже если там будет, знаете, стандартно, что он и так видел, у него уже будет на строже, там я должен чему-то удивиться, листать такой, чему же я удивлюсь, а? Где же оно, прилистывает, для женщин тебя будут листать? Ну, найдет что-нибудь удивиться, кто же для весниц, для мужчин? Ну, найдется, что-нибудь. Есть что-нибудь удивительное. Итак, вот они фразы, которые позволяют зацепками завершать диалог. У вас, ну вот, совершенно искренне скажу, но у вас нет времени, я могу сказать, у вас права нет. Если бы вы были, знаете, наемным менеджером с утра до вечера, и мы им подчиненным, я бы сказал вам просто, у вас права нет не поместить в календарь после любого разговора информацию о последней от последней звонки. Вот 500 человек в зале, вот 500 напоминания должно быть после 500 звонков. То есть, как бы человек меня не посылал, говорит, достал ты, идиот, я тебя найду у подъезда, ты меня понял, гни. Вот так вот. Даже если человек говорит, я тогда передвигаю, понял, июнь. Все. В июне звоню, и говорю, алле, Руслан. Гад, я запомнил твой номер, я его блокирую. И ты говоришь, ну, понял, видите, сентябрь, ну, вот так вот. В конце концов, окажется, вы звоните 9 сентября, у него 11 уже, на день рождения, все, а вы тут, ааа, как раз самое то. И доставка будет сработала. Ну, у вас есть такие клиенты, которых вы, простите меня, слово, дожимали годами, есть у вас такие? Которые годами ничего не покупали. Или один раз купил, что-то, какую-то мелочь, и кто прошло, прошло, пошло, потом снова. Знаете, у меня один человек в зале встал, по-моему, это был Иркутск, и он говорит, я 9 лет, он говорит, доживал одного клиента. Там, клиента, даже не человека, там сменилось 4 человека на эту должность, я не помню, закупщик или коммерческий директор, говорит, 4 человека сменилось, компания осталась, я остался, и я спустя 9 лет четвертого дожал. То есть, какие-то там были серьезные закупки, вот, я им выглядел так, что я его поаплодирую, 9 лет, это, знаете, терпение какое. А потом я спросил, говорю, давайте умножим количество контактов и действий, которые вы сделали. Вы много потеряли? И мы с ним посчитали, ну, наверное, один рабочий день, посчитали. Все. То есть, он не звонил ему каждый день, через 3 месяца позвонил, поговорил с кем-то минуту, потом поговорил 4 минуты, потом e-mail стандартно отправил, ну, или что-то подправил. День, ну, там, 8, что-то 10, вы что-то посчитали такое. Поэтому эта инвестиция не такая уж дорогая, ставит постоянно напоминание и действует дальше. Завершая каждый раз за церковью, и это правило коллеги будут увеличивать в вашей продаже. Я почему об этом с такой настойчивостью говорю? Вот, 11 лет тому назад я покинул компанию МТС. Я там был, я там был HR. Знаете МТС, да? Я занимался обучением, вы из МТС, да? И я занимался там обучением, подбором персонала. У меня было 7 регионов. Это был Киров, Чебоксары, Саранск, Мариэл, Юшкарала, Ниженово. Такие вот регионы. И я там решал кадры и вопросы немного по обучению. После этого, и знаете, я хорошо помню чувство, когда я там проработал 2 года, 2 месяца, 7 дней. Помню. И вот, когда год проработал, первый год было потрясающе интересно. А второй год, я причем про несчастность вспомнил. А второй год я переместился в категорию 80% несчастных людей. Потому что я приходил на работу за абонентская плата. Знаете, это что, да? Ты подсадили уже на твою зарплату, ты ходишь на работу, за 30% времени ты занимаешься работой, а 7% ты откровенно безденечаешь. Почему безденечаешь? Почему я безденечал на работу с 70% времени? Ну, я все сделал уже. Задачи мне других не ставили. Я даже просил, ну, Володя, сиди спокойно, говорили. в отделе моей коллеги. Ты что, ты выпендриваешь, я сейчас на всех нагрузил, сиди, не дергайся. 8 человек в моем отделе говорили. Ну, я и не дергался. Изучал английский на работе, ходил по сайтам каким-то, еще, придумал название компании, которую я создал и все-таки создал. И, знаете, я бы, может быть, даже не сделал этого решительного шага, пока бы меня не уволили. Все-таки. Коллеги заложили. Ну, слово уволили я громко сказал, ну, как бы, ну, уже попросили. Просто, мое место очень нужно было другому человеку, и как-то все звезды сложились, и я оказался на улице и понял, вот сейчас я должен быть или консультантом в Рифлеем, или, так я думаю, а, нет, я об этом еще не думал, или создать свою компанию. Что я сделал? Коллеги, может быть, у вас есть похожие истории, когда, ну, или у вас, как-то, что-то, судьба как-то изменилась, и вы стали зарабатывать том числе благодаря Рифлеем, или же вы помогали людям, которые, которые как-то параллельно съели на двух стульях, потом на одном, что-то делали, создавали. Но это к тому, пока вот этого волшебного пендельса не будет, может быть, и немногое будет получаться. А, а когда я создал эту компанию, я вот с утра до вечера стал менеджером по продажам в своей компании. Я с утра до ночи по принципу войны, который сам себе придумал, звонил, 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 и ставил постоянные зацепки. И хорошо понимаю, я помню, клиент, это компания, это компания Samsung, которую я дожал спустя два года. Я помню, как я им звонил, 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 не было WhatsApp, но спустя два года они мне сами перезвонили и сказали, Владимир, добрый день, у нас есть срочная вакансия, у меня было кадром в агентстве, Tom Hunt, она сейчас работает. Вы возьмете в работу? Я говорю, ну, знаете, мы сейчас все загружены, конечно, ну, давайте попробуем. И начали работать. Следующие коллеги, номер шесть, называется одновременно. Как не чувствовать назойливым? А я назойливый для вас. Но чувствуете, что я сейчас могу передавить, да? Вот, эту грань нужна. Вот у меня час 45 выступления, если я буду 20 часов выступлять, могу передавить. 20 часов выступать, могу передавить. Как чувствовать, вот, вы назойливы или настойчивы? Назойливость это примерно так. Ну, купи, а? Алло, Руслан, купи. Руслан, ну, или там, в смс-ка, купи, хоть для ресниц. Ну, так, вот это назойливость, когда я просто вот долбаю и долбаю, и долбаю, а настойчивость, то, что разумная, легкая беседа. Я позвоню, алло, Аксинья? Да. Как ваш малыш? Ну, начните издалека, поговорите там про садик. Мне правда есть что с ней обсудить уже, с прошлого дня, там, как группа, там, чешки купила ребенка, ну, как бы. Если же вам поговорить, правда, настойчивость, это когда у вас фраза купи, занимает не больше 10% разговора, а 90%, ну, как-то все около, рядышком. Вот тогда это настойчивость. Не переходите эту грань. Про одновременно. Вот, я сейчас все лишнее выложил, оставил в портфере, но немного скажу про принцип своей жизненной деятельности. Жарко стало. Скажите, коллеги, а кто использует, кто делает несколько дел одновременно? Есть такие? Выходите, расскажите. Идите сюда, выходите, пожалуйста. Вот внизу расскажите. Выходите, пойдите. Вот микрофон сейчас поднесут. Что вы делаете одновременно? Ну, расскажите нам одна из участниц. Одновременно? Да. Вас зовут Егор. Меня Елена зовут Уфа. Ребенок делает уроки. Я контролирую. Одновременно я на кухне что-то готовлю. Мое любимое место – это кухня. И одновременно я могу разговаривать по телефону. Но это делает каждый, я думаю, да? Правильно? То есть я никого не удивила с ее способностью. Поаплодируйте. Могу немножко удивили, да? Спасибо. Спасибо. Я вот о чем. Есть определенные правила, которые ты должен привыкнуть, чтобы твоя жизнь в психотерапии проходила. Ну, например, вот я уже лет, наверное, восемь постоянно пользуюсь наушниками, когда разговаривают по телефону. Постоянно. Кто пользуется наушниками по телефону? Подвиж руки. Коллеги, вот те, кто не поднял руки, с сегодняшнего дня начинаете. Купите наушники за полторы тысячи рублей. Или вот эти вот блютузные наушники, вот я их пользуюсь, такие вот для айфона, квадратные, там два уха сразу вставляешь и разговариваешь. Почему? Вот вы сами задумаете, во-первых, для руки освобождается, я поэтому с гарнитуры начинал, если бы не наш крик. Ну, а во-вторых, правило следующее. Если я дома, например, готовлюсь к командировке, я просто физически вещи складываю, там, книжки складываю, какие-то, еще что-то, я просто обязан кому-то звонить. То есть, если не интеллектуальная работа, я вставляю в уши наушники и начинаю кому-то звонить. Зачем кому-то звонить? Да, время сэкономить. Да, ну, или что-то слушаю, там, у него книгу, там, еще что-либо. Именно параллельно, я знаю, что я позвоню, у меня есть список календарей, там, три звонка есть, я им звоню, разговариваю. Во-первых, я могу дольше говорить, но мне комфортней. Во-вторых, я время не теряю. Это заправильные задачи. Вы сами задумывались, сколько времени вы тратите, когда вы просто, ну, вот, например, с готовкой. Ну, там, и это порезать, и это еще что-то. Я, конечно, понимаю, что можно что-то перепутать, не то бросить. Переборы ходят, но это уже вопрос навыка. Но запараллелить необходимо определенные процессы. За рулем, ну, за рулем просто, кто, насколько внимательно ездит. Поэтому я вот, кстати, по-моему, блютуса можно, а вот так нельзя. Если они что-то... Блютус, гарнитура, она же встраивается в машине, можно разговаривать по блютусу. Коллеги, ну, вот тут вопрос внимательности. Поэтому больше делайте действий одновременно. Вот, например, я ехал сейчас из аэропорта сюда в такси, час двадцать. Что я делал? Я не имею права смотреть в окно. Вот у меня внутренний запретил себе. Ну, то есть, для расслабления, чтобы к психиатрам-то не попасться, ты в окно должен смотреть, минут двадцать, это расслабиться, немного. Но в основном ты должен что делать? Звонить. Я обязан звонить. Я взял трубку в уши наушники и начал разговаривать. У меня закончились разговоры, я открыл ноутбук и стал доделать вот эту презентацию. Но она была в приоритете. И правильно, я делал презентацию, и звонил, и ехал. Следующие, коллеги, это шесть блоков. Следующий, седьмой, называется скорость. Вот поговорим про скорость. А о чем здесь нужно говорить? Скорость. Это что? Коллеги, я как-то участвовал в одном реалити-шоу. Оно называлось... Это реалити-шоу было на телеканале ТНТ. Одиннадцать лет тому назад. Какое? Дом 2. Дом 2, что ли? Что, вы узнали, да? Ну, если я был с Дом 2, я бы сказал именно, что? Старший брат, да? Большой брат следит у того, да? Есть еще варианты? Вот, битва экстрасенсов. Спасибо, не надо комедиклам. Битва экстрасенсов красивее версии. Чувствуете мою энергию, да? Сейчас я... Нет, коллеги. Назывался оно по-другому. Вот, следующий слайд об этом как раз говорил. Назывался оно кандидат, реалити-шоу кандидат с Владимиром Потанином. Вот у нас, с правой стороны. Это аналог американского апрентис с другим мужчиной. с Трампом. Но Трамп же другим вопросом занимается, как и Потанин, ну, как и я. И там была такая история, что из 10 тысяч кандидатов по всей стране проводили встречи, провели тысячу солеседований, потом 80 встреч провел сам Потанин, и 16 отобрали. 8 девочек, 8 мальчиков, ну, абсолютно со стороны, с разных городов. Я тогда жил в Нижнем Новгороде, и, ну, стал участником реалити-шоу. В середине примерно меня выгнали. Вот здесь я оказался. Ну, извините, выгнали, грубо говоря, уволили. Ну, там каждую серию 16 человек, каждого увольняют. Каждый выполняет бизнес-задание, команда, и если какая-то команда не прошла, кого-то нужно уволить. Ну, вот, я тоже дополнительные ошибки обрели, она допустила, и в серединке как раз и был уволен. Но почему Потанин я показал в вопросах скорость? Знаете, кто это? Владимир Потанин. Да. Российский миллиардер когда-то занимал очень высокие должности в правительстве России в начале 90-х. Наверное, один из главных спонсоров общества Олимпиады в Сочи, в струклее бизнес-активности. Но про другое хотелось сказать. Вот он часто с нами беседовал индивидуально, без камер, без всего. Просто приходили, пили чай, разговаривали. И помню, когда мы... Он задал вопрос, мы начинаем что-то говорить, говорить, говорить. Вот вам задали вопрос про конкурсерий, вы начинаете говорить, 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 просите меня впаривать даже. Вот если вы много говорите и не очень дергаете вашего клиента как-то, не очень беседа такая двусторонняя, то вот именно такой термин я могу произвести. И вот он сказал, что когда ко мне, он говорит, Володя, подожди, остановись, он говорит мне. Вот когда ко мне кто-то приходит, то меня интересуют всего лишь три блока вопросов КСВ. Запишите себе эти блоки и помните, что когда вы знакомитесь с новым человеком, его тоже интересуют три блока вопросов. Первое, первое, кто ты? Первое, кто ты такой? Второе, в чем суть? И третье, в чем моя выгода? Кто ты? В чем суть? И в чем моя выгода? Кто ты такой? В цифрах что-то сказали, я про себя сказал, помните, сколько городов? 140, 116, говорят, можете не помнить, но главная цифра какая-то запомнилась. Вот кто вы, или же там, в чем суть? Ну, я по дому вопросам, помните? Это и это. И в чем моя выгода? Вот в чем выгода той девушке, к которой мы звонили сегодня? Работать с Алифлэмом. Первый доход, второй, что еще? Самореализация, третье общение, расширение контактов, четвертое, пятый, более интересная жизнь в конце, вот, ну что. И вот эти три блока вопросов интересуют каждого. Ну, а говоря про скорость, не только имеется в виду, что нужно в структуре держать, и не совсем не про темп разговора, а про то, что человек хочет быстрее понять ответ на эти три вопроса. И еще что, мы как-то у него спросили, скажите, какой ваш любимый вид спорта? Что сказал миллиардер? По-моему, он занимает второе место в России из самых богатых. Что он сказал? Какой вид спорта? Нет, не гольф. Гольф это, ну такая, ну, это очень небольшая динамика. Бег. Нет, не бег. А? Вот никто из вас не догадается. Близко, не теннис, но близко. Бадминтон, точно, представляете? Мы такие все, так удивились, то есть, тогда это было, большой теннис, было модно, горные лыжи, ну, более другие модные. Он говорит, бадминтон. Я говорю, чего? Бадминтон? Я говорю, почему? Кстати, почему? Правильно. Количество, он говорит, ребята, вы чего? Вы все играли в бадминтон, но, скорее всего, во дворе с ракетки вот так, пшшш, пус, вот так, еле-еле. А бадминтон, если играть сеткой, поле, вот как, волейбольная площадка практически, там, сеткой немножко ниже, другой темп. Он говорит, за 30 минут бадминтона ты приходишь, просто выжитый совсем. Интенсивность такая, что превышает, он говорит, в 2,5 раза интенсивность большого тенниса. То есть, это просто очень большая динамика. Ну, там волонщик очень быстро летает, там в конце медленно-медленно. Ну, то есть, динаминная волонщик оказывается на территории противника. Поэтому, вот вопрос скорости и в вопросах здоровья, и в вопросах, соответственно, общения между людьми. Кстати, по поводу вопросов здоровья. Вот я, почему в Сочи выбрал, я живу в Олимпийском парке, почему выбрал для жизни, ну, как помимо определенного комфорта жизни. Вот у меня машина очень много времени проводит припаркованной во дворе. Жена мне ездит больше с бомбира, чем я. А вот на что я передвигаюсь? Да, на роликовых коньках, да. На роликовых коньках, такие с тремя колесами, такие быстрые, шустрые. На роликовых коньках, потому что вопрос скорости, вопрос одновременно для меня очень важен. я передвигаюсь, одновременно занимаюсь фикнесом, и одновременно еду до точки А, до точки Б. Я даже не помню, когда я катался на роликах. Я передвигаюсь. То есть я еду по делам. Ну, там длинное расстояние, правда, бывает. Беру переодежку с собой, захожу куда-то, переодеваюсь, такой весь, ухожу. Вторую переодежку. Как ребенок, знаете, которому два года, но сейчас он стоит. Дальше. После скорости еще, коллеги, один блок. Называется он легкий рекрутинг. И здесь мне хотелось бы сделать второй звонок и немножко рассказать про сценарий разговора с кандидатом, которому мы звоним и нашли его в интернете совсем. Давайте позвоним сначала спящим консультанту. Вы не против? Нет. Сложному. Давайте сложному позвоним. Вот давайте, чтобы никому не обидно не было, я просто беру любую. Написано Екатерина Ра... Кандидат от Елены Евдокимовой. Есть такой? Это клиент. Это консультант, да? Это кандидат, да? Нам нужен консультант. Давайте на следующий. Я просто беру вот так вот. Называется Ирина Астатьева. Давно не активна. Кто написал? Спящий консультант, по-моему, да? Кто написал, коллеги? Чтобы я позвонил. Ну, если не кто-то, да? Ну, чтобы просто какой-то рядышком стоял. Таисия Сабирова, Наташа. Да. Это консультант? Вот, отлично. Хорошо. 13 каталогов чего она? Не делала. Вы хотите поговорить сейчас с ней? Что такое с ней происходит? Наталья? 400 человек в зале интересует вопрос. Таисия Сабирова, Таисия. Кто-то сказал даже, ты чё? Да. Мне 35. Просто я пользуюсь кремами Алифлейм. А ведь есть для мужской серии, да? Да. Итак, я звоню Наталью Сабирова, Таисия. Таисия, вы давно с ней общаетесь? С Натальей? Давно общаетесь? Нет, не хорошо. Неделю-дяду, что она сказала? Алло. Наталья? Алло. Алло, Наталья? Да. Добрый день. Да. Меня зовут Владимир Якуба. Я, Наталья, по такому достаточно неординарным вопросом звоню. Есть парнин буквально? По поводу чего вы звоните, слушаю вас. Наталья, я сам из компании Алифлейм. Ну, знаете, Сабирова Таисию, да, вы разговаривали с ней. Ой, да, знаю. Вы мне можете его позже перецидеть? Я просто на улице, но слышу, и холодно. Ой, Наталья, я тогда буквально минут через 15 можно? Ну, не знаю, лучше через часик. Ой, через часик уже. Ну, давайте так, я тогда скину вам в WhatsApp какую-нибудь информацию, а Таиса завтра вас перенаберет, хорошо? Хорошо. Просто там кое-что появилось, но я просто не могу молчать. Вам понравится, Наталья, хорошо? Хорошо. Всего доброго дня. Всего доброго дня. В этом отличается назойность от настойчивости. Спасибо аплодисменту Таисии. Ну, то есть, слышали, да? Я не могу ее давить. Если ситуация, она же объяснила, понятная. Минус 60. Минус 60 у нее там, да? Да. Я хочу в Сочи. О, спящий. Екатерина ОЗ, директор. Елена написано. Екатерина ОЗ, директор. А кто написал? А, выходите, да. Это спящий консультант, да? Написано, спящий Елена. Елена, кто спящий? Это консультант, да? Все, отлично. Значит, подходит. Вы пока идете, я ее набираю. И я должен поинтересоваться. Коллеги, заметили, что в каждом скрипте практически я употребляю свою схему. Помните КПД? Контакт, продаж, договоренность, вот эта вот неординарность. В легком рекрутинге я покажу вам тексты холодного звонка. Вот, звонок пошел. Расскажите, пожалуйста, откуда вы? Магнитогорск. И что это за счет, о котором мы сейчас звоним? Девочка активная, в принципе, была, но потом немножко сдулась. Ребенок маленький, говорит, некогда. Ну, где-то только полгода. Алло. Елена? Нет. Или Екатерина, прошу прощения. Нет. Куда попадет? Понял. Она шифруется от всех, что ли, уже? Так Алик Флайм я звонил за его номер? Тут ни Елена, ни Екатерина не подходит, да? Номер тот же. Да. Ага. Ну, поправляйте за сорочек, ладно? Хорошо. Да, ну, такое у нас тоже бывает. Коллеги, давайте так, третий раз звоню, и я должен просто по материалу. 28 минут у нас остается. Отец семер детей. Отец семер детей? Да. Вот спонсор Лариса Сабирова. Палача Елена. Зарегистрирована, но ждет наши результаты. Это что? Это не оно, нет? Нет. Это не спящий консультант? Я не спящий. Спящий, все, хорошо. Коллеги, заключите на звонок. Не спящая она? Я сейчас спящая. Это вы, да? Да. Это ваши, да? О, давайте мужчине позвоним. У вас мужчины есть, да? А, ну как, в вокзале есть, да? Простите, я... А спящий, два номера, спящий кто? Либо-то, либо-то. Либо-то. Либо-то, либо-то. Их зовут Руслан Мух... Мухлисов. Ну, фамилию я не буду употреблять, да? Я просто скажу Руслан. Кстати, к этому имени мы уже привыкли. Коллеги, еще почему я звоню? Вот, скажите, вероятность ошибки у меня высокая? То есть, может, что-то посинит так, правильно? Но почему я этот принцип реально постоянно показываю? Потому что даже если тебя слушают 400 человек, и ты совершаешь ошибку, ничего страшного в этом не происходит. А если ты один на один с телефоном, то тебе тем более нужно действовать, правильно? Тем более тебе нужно звонить, и у тебя не должно быть никакого страха и боязни. Алло, Руслан? Да. Руслан, добрый день. Здравствуйте. Меня Владимир Якуба зовут. Я звоню по такому достаточно неординарному вопросу. Есть у вас парня буквально? А вас как зовут? Буквально минута. У меня вопросов два, они короткие. Я сам из компании Reflame. Эдуард, мне ваш номер порекомендовал. Дело в том, что я курирую наших ключевых консультантов, наших партнеров. Вот я, в общем-то, Руслан, по этому поводу, и там два вопроса у меня есть. Уместимся в 40 секунд до 100, если? Да, 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 один час. Да, Руслан, я тогда с вопросом таким. У нас второй каталог вышел, там ряд интересных вещей есть. Хотел уточнить, вы уже у нас работали, получается, брали продукцию Reflame, да? Сейчас тут какая-то пауза определяет, да, Руслан? Ну, почему брали паузу? Мы ее убили, а в этот каталог еще не делали, так как? Этот каталог еще не закончился, правильно? А, да, да, конечно. Так у нас второй появился. Я бы, в общем-то, почему и звоню, тем более, видите, сейчас февральские, мартовские праздники, влюбленный день. То есть, ну, можно хорошее взять и темп, и появились. Знаете, у нас каталог, там, с одной стороны, для мужчин, а для женщин, там, подальше упаковку. Нет, хорошо. Слушай, мне надо сейчас, как вам сказать, что-то, я только любитель, то есть, я, ну, я что-то себе, и как-то близкий, но, так сказать, что не я, я не работаю, что-то, чтобы там, что-то передать, а когда нет, нет. Больше для себя, да, Руслан? Да, больше для себя. А на что вы, на чем вас планируете, что, Руслан, планируете в ближайшее время заказать? Может, я подскажу, что-то? Ну, ничего нет, у меня начинал Wellness. Что, Руслан? Wellness, Wellness. А, Wellness, да, ну, понятно, мне кажется, вы это и брали, да, вот, в этой категории? Ну, да, у меня, то есть, у меня, то есть, у меня, то есть, у меня было, то есть, у меня было в starting, то есть, у меня было в первую поднялку, и я, то Я думаю, что перед праздником, наверное, что-то закажете, чтобы каталог вам пришел? Ну, закажем, да. Сейчас, когда закажут, у меня есть. А, хорошо, понял. Руслан, я еще с таким вопросом, вопрос номер два. Вот с точки развития команды, развития, ну скажем так, других членов команды, которым можно рекомендовать продукцию Reflame. Вот как вы здесь настроены? Я понял, вот по счет семьи, что это для близких, вот как здесь все-таки, в этом векторе? То, что в плане внутренних обеспечения? Ну, в плане приглашения людей. То есть, улучшения потоков и контактов, ну и финансового потока. Ну нет, эти меня сейчас уже не занимаются. Ага, подрывить не получается или какое-то другое? Нет, я в другую с черную штуку слышала. О, понял. В какую, если разрешите, Руслан? Ну, как скажем, с ними меня учить. Ну, ты не знаю, в шинферах, в детенчестве с родственным. С чем связано, я слышал? Работаю в детенчестве. А, все, понял. Направление интересное. Понял. Да. Хорошо, Руслан, тогда я как сделаю? Я вам сейчас несколько ссылок попрошу, Эдуарда. В WhatsApp нам отправили. У вас же есть WhatsApp, да, в телефоне? Ну, в WhatsApp мне на... В WhatsApp мне на... В WhatsApp мне на... Или там... В Ваня... А, в Telegram отправили туда? Хорошо, или там... В Telegram отправили туда? Хорошо, или там... Чтобы он где-то в конце следующей недели все, что набрал, можно что-то порекомендовал. То есть там... Ну, ладно. Праздники, доставка, чтобы все заранее было. Ну, а по второму направлению... Тут, знаете, как... Виктора меняются. Это же всегда можно рекомендовать просто, чтобы рядом какой-то каталог был. Ну, это вы сами знаете. Чем больше рук общения и возможности. Ну, это с Эдуардом надо обзорить. Все, будем работать. Руслан еще раз. Раз знакомство, рад был слышать. Хорошего дня и до следующей недели с Эдуардом. И Эдуардом аплодисменты. Коллеги, вот у нас были сегодня все звонки, которые вы слышали. Мы, ну скажем так, максимум взяли, что могли их? А, спящих не было, да? Друзья, я вот... Ну, еще раз, я могу звонить больше. И даже у вас час 45 может быть посвящено звонкам. Но поверьте, есть еще кое-что, у меня 21 минут остается, что вам будет полезно из слайда. Разрешите, я вам расскажу? Да. Заметили, я в текстах использую фразу «разрешите». Заметили, да? Почему именно это? Да, точно. Когда ты говоришь с одной стороны «разрешите», что это я буду спрашивать, разрешает ли он? Разрешите – это проявление уважения. Вообще после «разрешите» отказать тяжелее. Я специально вам это сказал. Потому что вам тяжелее. «Не разрешаю», хором все говорят. Наверное, это было бы меньше вероятность, чем вы сказали «да, разрешаю». Поэтому используйте этот глагол. Ну а пока текст легкого рекрутинга. Скажите, кто из вас периодически звонит кандидатам, которые разместили свое резюме в интернете? Кто звонит? А на каких сайтах они находятся? «Авито», 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 «Авито». «Хе-хе», «Ру», «Работа Ру», «Авито», 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 «Авито». И скажите, срабатывает? Конечно, конечно срабатывает. Но не всегда. Далеко не всегда, я бы сказал. Потому что человек разместил на «Авито» или на «Работе Ру», его позвонили, как вы думаете, за первый день сколько мы позвонили, если он только разместил. И он более менее нормальный работник. Сколько? Много! зависит от региона специалистов 5 10 15 разное количество и вы тут еще поэтому вероятно скажешь невысокая но она вполне существует что ему именно ваше предложение будет более близко и тратьте мне очень много времени если это делать методично и с правильными скриптами так вот скрипт скрипт следующий а где елена в зале есть елена елена поднимите руку пожалуйста пусть тебя обращал а ну у нас же первый ряд и искать или а не скажите елена елена добрый день меня зовут владимир якуб и представляю компанией может сейчас говорить как хотите там уже хорошо кстати руслан которому звонили сколько мне это дал времени минуту а говорили мы с ним 436 да ну вот это к тому вы меня решили а сейчас все поехали дальше говорить когда утрите это дело в том что у меня перед глазами ваше резюме скажите вы рассматриваете сейчас предложение о работе рассматриваю но алифейн неинтересен да вот это еще рано ну ладно вот эта фраза когда я говорю у меня перед глазами ваше резюме дает понять елене что какой-то человек резюме то есть сразу настраивать на то что я в интернете нашел адаптирует ее в ситуации дальше тогда утрите мне буквально перед 7 минут даже если к этой резюме интересен а я напомню тогда красиво удивите хорошо все равно продолжайте свое дальше дело то что речь это вакансии дальше вы говорите консультант компания и здесь желательно еще почерпнуть некоторые цифры цифры какие помните я сегодня озвучил одну цифру когда звонил девушке какую я сказал 490 а а почему из там не 500 490 10 не хватает звучит правдивее точно да а в скольки сколько городов помните я сказал в прошлом году я провел 144 выступления абсолютно правда но если было 145 я сказал 144 точнее 145 наверное можно а вот если было 150 149 но потому что я провел обучение ставки 150 выступлений провел но как-то 150 это как будто напально округлил было сто шестнадцать округлил до 150 ну как понимаю я был год позапрошлого так было 135 я буду делать что говорил всегда что 134 меньше немного дальше речь это вакансии здесь несколько несколько цифр но как-то чтобы красивее это было например ну это в россии только представьте 490 тысяч консультантов и средний доход составляет тоже цифру вам виднее какие-то цифры которые врежутся в память должны здесь прозвучать ну а дальше тогда у меня к вам буквально два вопроса разрешите можно первое какие вакансии вы сейчас рассматривать для себя я пытаюсь в этом в этой последовательности найти хоть что-то за что можно зацепиться ну хорошо медицинский представитель ну отлично это же большая большая вещь в общении бегать с каталогами мне не интересно ой да это совсем по-другому сейчас 18 год представление совсем меняется кстати у меня второй вопрос почему покинули прошлое место работы и пытаясь зацепиться за мотивацию почему шли нестабильно если только вот скажем так только в одном направлении трудиться поэтому я и вот про арифлэйм подробнее расскажу вы удивитесь как какой-то гибкий формат вы фактически можете найти воплотить мечту съесть на двух стульях и общаться с людьми и более-менее стабильный доход иметь но если хотите продолжать работу медицинский представитель или продолжать искать работу а там дальше уже сами решите что вам ближе и так говорим-говорим-говорим-говорим а дальше уже второе завершение мотивация к встрече вы со всеми концов кандидатами встречаетесь лично или вообще не встречаетесь по разному по разу если рядом город территориально ну а дальше уже ну что же тогда у меня такого предложения как назначать встречу это вот как назначать встречу с клиентами с кандидатами вот этой фразой ну что ж тогда мне такое предложение как вы сможете на то чтобы запланировать встречу как с водили и это должно быть ли я так не я предлагаю за подняться речь а вот так Я говорю, ну что ж, тогда у меня такое предложение, как будто у меня мысль возникла, исходя из текста нашего разговора. Ну и дальше. А вы, кстати, где с вами доходите в течение дня? Вы, например, улица Ленина, и говорю, о, так это совсем недалеко от нас, буквально 35 минут дороги. Заглядывая к нам, вы даже по кольцу, а вы домой куда едете, туда-то, ну, крюк небольшой сделать, это же совсем. Тем более познакомимся. То есть это нужно очень легко преподносить. Без вот этого формализма, предлагаясь за подверг встречу, улица Гагарина, дом 15. Должно быть более легко, но что ж, и окстак, и мне надо такое предложение. И дальше, отлично, когда отправим смс-пообщение, или ватсап, и планируем до завтра 11.30. До встречи, Ленина. Буду вас ждать. До свидания. До 11.30. Всего доброго. Поплодируйте Елене, пожалуйста. Вот этот, коллеги, текст приблизительно я вам озвучил уже как в прошлом HR. Моя задача была увеличить количество кандидатов, которые приходили на встречу. Вот как вы думаете, если в Москве, например, пригласить на должность менеджера по продаже в нормальную компанию с достойной оплатой 10 кандидатов, сколько придет? Все придут. Ну, то есть, нормально, среднестатистическое, достойное предложение коллеги. Придут трое. Даже 2,8. Не я измерял. Статистику, то ли хедкантер, то ли работа руши. Ну, три человека придут. А семь куда денутся? Ну, я говорю еще раз, говорю все-таки продолжим менеджер по продаже. То есть, это коммуникационная профессия. И самая востребованная. Потому что у них предложений полным-полно. Им все по очереди звонят. Первое. Ну, не только это. Второе. Очень много необязательных людей, в принципе. Третье. Не услышал, не записал адрес. Не скинул там смс, к WhatsApp. Четвертое. Там заранее позвонить, не проинформируй. Пятое. Забыл. Шестое. Ну, так далее. Вот так вот примерно и происходит. Поэтому и напоминания нужны заранее позвонить. И те, которые должны быть более легкие, чтобы человеку было, вот, правда, интересно прийти. Вот как-то вот с удовольствием, интересно познакомиться с вами и с теми возможностями, которые открывает ваша команда. Еще один блок, коллеги, называется он кортизол. Знаете, что это? Гормон стресса. Гормон страха, даже гормон смерти, говорят. Кортизол. И я, знаете, приведу этот пример и потом поясню, почему я об этом сказал. Вы вообще часто расстраиваетесь? Руслан, часто расстраиваетесь? Руслан. Нет? Егор, вы как? Бывает, да? Ольга. Где Ольга? Да, вы часто расстраиваетесь? Вот, например, вы позвонили клиенту, он говорил девушку, а у вас Ольга зовут. Ольга, ну все, ну хватит, не звоните, не интересно ничего. Отстаньте от меня. Вы так спросите, вы сразу его правослугу дадут. Следующий, да? Есть еще кто у телефона? Риха вылетит, да? Так? Коллеги, вот скажите, вы часто расстраиваетесь по мелочам? Часто? Женщины хором говорят, да, мужчины, нет. Коллеги, я вам приведу одну историю. Одна история, история следующая. Месяц назад, полтора даже примерно, город Уск-Каменогорск, Казахстан, провожу я тренинг. Привет, прилетел на 4 дня, проводил корпоративный тренинг для большой компании в Уск-Каменогорске. Там полторы тысячи человек. Это холдинг. Одно из направлений производства мороженого. В общем, четвертый, заключительный день. Провожу тренинг вот в этой рубашке. Мне утром, на фигуре, к началу тренинга, принесли прямо с производства, там, 4-5 лошадь разного мороженого. Прям вот с производства прям. Я такой, вкусненно, потрясающе. Здесь 10% жилостей, здесь 20%. Это по ГОСТу, это не по ГОСТу, это вот интересно. И я попробовал, все, начался тренинг. Дал задание, ребята выполняют задание. Пока не идти выполнять задание, что я делаю? Правильно. Я такой тихонечко подоговорил. Ребят, задание, подошел сам тихонечко, сделал, сделал, так вот. И капля такая. Вот на эту рубашку. И знаете, она еще так и успела потечь, такая вниз, капля, не схожемо. Скажите, было у вас такое в жизни? Скажите, что я почувствовал? Что? Он говорит, ужас. Вот нормальная реакция. Но что я почувствовал? Голод. Мороженое куда уплывает? Коллеги, так вот. Неуверенность, да? Настроение. Коллеги, раньше бы я почувствовал именно это, да. Так вот, что я почувствовал? Ничего. Вот ничего не екнуло в сердце. Вы все понимаете, что такое екнуло в сердце, да? То есть обычно в этой ситуации тоже, и у меня раньше, было бы вот это... Вот примерно так, и удивление. У меня там люди в зале сидят, вот это вот. А в этот момент у меня, ну, просто потекла. Ну, я посмотрел, мизинец. Вот это дело с движением сделал. Ну, что ему растекаться, правильно? Нароженое, вкусное. Все, потом я выправил рубашку, расстегнул пуговицу, пошел в санузел. Вот так вот подставил под срую воды, подождал минуту. Ну, если дольше, может, там, накипь быть. Ну, где-то минут подождал под горячей водой. Ну, так вот, там никакого, ни фена нет. Так вот, мокрый, вернулся. Так, ну, как бы там неудачно в туалет сходил. Так вот, ну, все, обратно. Захожу, такой, срана рубашка, говорю, задание, завершайте, не обращайте внимания, это мне просто сильно понравилось. Ваша мороженая. Ну, а пока следующий блок. И продолжаем дальше. Ну, коллеги, ну, я провел треник немножко выправленной, ну, и вода. И чего из этого? Через час это высохло, я заправил обратно, и все, все забыли. А что расстраиваться было? Согласны с этим? Так вот. И еще, знаете, один случай смешной. Четыре дня назад в городе Екатеринбург провожу я треник. 210 человек в зале. И я помню, ну, как я там смотрю на телефон, он без звука, смотрю, горит и горит, горит, он дозванивается. Ну, и там, что-то говорит, задание выполняет, Лерой смотрит, я подхожу, смотрит, там, пропущены звонки от жены и текст сообщения от жены. Читаю. Ну, там, она уже фотографии прислала, и читаю. Это абордюр, я нечаянно, извини. Вы поняли, что произошло, да? Ну, понимаете, то есть, что у меня геоклонив... Ну, не правда, ну, выработал уже, вот это вот кортизол. Это, ну, это... Просто надо мыслями вырабатывать это. Ваша реакция, это ваш выбор, как реагировать. Ну, чего ей... А теперь вопрос, что ей ответил? Я ответил, окей. Улыбочка. И следующее сообщение. Все хорошо, насядка знак. И все, я продолжил свой тренинг. Это уже поздно, это уже произошло. Чего об этом говорить? Приехал, посмотрел, да, бампер расколежен. Ну, чего делать? Ну, вопрос суммы только. И некрасиво машина времени длил. Коллеги, гормон стресса или гормон страха? Кортизол это главный гормон, который разрушает белки и, кстати говоря, способствует накоплению жира. В общем, волноваться еще по этому поводу вредно. Хотя, говорит наоборот, мол, нервничаешь, худеешь. Слышали такое, да? А хаз-то не совсем так. Коллеги, вот есть такая формула от психиатра получилась. МЧС, я ее так расшифровал, МЧС. Сначала приходит мысль, потом появляется чувство, и потом вы, эс, следующий шаг какой-то делаете. То есть вообще все, как вы говорите, все от мыслей. Научись управлять мыслями. То есть вы, вам страшно кому-то звонить, у вас мысль, ой, что будет? Вот после этого появляется чувство. Управляйте мыслями. Что будет? Так, ничего, интересно будет. Я звоню Руслану, Руслан мне говорит, да достали вы с Арифлэйма же, останьте. Говорю, классный, интересный кейс. А Руслан, а я про каталог хотел рассказать вам. Достали какой каталог, я тебе сейчас этот каталог знаешь куда? Я говорю, ну, ты же, мне и такого никогда не говорили. Здорово, класс. Руслан, тогда разрешите вам в WhatsApp. Какой WhatsApp? Я тебя удаленно ненавижу. А, какой, да? Горячий, а? Ой, какая. И продолжает. Вот какая мысль. Мысль. Мне интересно. Мужик какой-то, да? Сказала бы Елена с первого ряда. Про Руслана. И еще, коллеги, коллеги. Завершающий у меня 7 минут остается полезный дискомфорт. Еще несколько трендов и правил. Полезный дискомфорт. Я вам покажу клавиатуру своего ноутбука. Вот, вот этот ноутбук здесь за углом. Я уже не буду его разворачивать. Издалека можете увидеть. В общем, на экране. На экране мой ноутбук. Скажите, что в нем немного не так? Да, вы правы. Примерно это мой четвертый ноутбук за последние лет 8. И я постоянно покупаю их без русских букв. Да, кстати, я на удивление даже ростессовский. Но специально я попросил клавиатуру только английского. Купил его в России. Только зачем? Да, коллеги, знаете, у меня этот ноутбук попал в ДТП крупное. Там машина горела, еще что-то такое. Раскуроченный пыл. И у меня до этого, вот сейчас я четвертый ноутбук решил купить все-таки с русскими буквами. И на что я обратил внимание? Я стал смотреть, когда набираю куда? На клавиатуру, потому что там есть подсказки. А сейчас вот я набираю, например, набираю слово прогресс, ситуация. Куда там смотреть? Где буква Л? Где буква Ю? Где? Бесполезно смотреть. Я специально создаю для себя дискомфорт. Четыре месяца я до аварии одной поэкспериментировал. Нет, нечего там смотреть. Поэтому, коллеги, я специально создаю для себя дискомфорт, который меня развивает. Я специально еду не по этому маршруту, а по-другому. Я знаю, что там дальше. Я знаю, что там ямы. Но я там давно не ездил. Специальный дискомфорт создам. Зачем? Новая ситуация для развития, вы совершенно правы. Создавайте для себя ситуацию полезного дискомфорта. Какие еще коллеги? Немного про личные продажи, личные встречи. И этот раздел называется «Отдобавки жестов». Скажите, а вы же стикулируете? Точно, да? Как его зовут? Оль, на секундочку, Ольга, можно вас? Выходите прямо на сцену, пожалуйста, да. Прямо на сцену, проходите, пожалуйста, да. Вот одна из участниц уже здесь выходила и немного продемонстрировала жесты. Вот посмотрим, как Ольга, что Ольга сейчас делает. Если говорить про жесты, как-то я вел тренинг в тюрьме. Рассказать вам? У меня есть пять минут с кем-то заключенными. Но сначала, если я микрофон отберу, вот куда вы руки дели? Хочется куда-то спрятать, правильно? Куда хочется спрятать, я пока подержу. Куда, покажите, куда вам хочется спрятать руки. Или в карманы, или вначале вы, или вот так, или вначале вы руки, или поза футболиста, или поза заключенного там еще, да, если руки назад. Правильно? А почему так некоторым хочется, тележите? Почему так хочется, Ольга, закрыться? Почему? Не знаю, физиология. Потому что ничего, ну, нет. Хочется чего-то подержать, да? Да. Повердить ручку. Волнение же. Да. Как-то? Хочется, на самом деле, успокоить, замкнуть конту, да, вот эту? Да. Поаплодируйте Ольге, большое спасибо. Все. Александр. Ну, коллеги, я вел тренинг в тюрьме. Рассказать вам? Да. Колония строгого режима, Сорманский район, Нижненогля. Так это попросил меня, вот эти люди, попросил меня батюшка, у них там храм есть, сейчас я его батюшку покажу, вон там вот сидит. Батюшка позвонил мне и попросил, говорит, Владимир, вы можете повести тренинг? Я говорю, могу, где я? Он говорит, я говорю, в храме, он говорит, нет, в тюрьме. Я говорю, а зачем и для кого? Он говорит, ну, это люди, еще раз, строгий режим, люди, которые совершили серьезные правонарушения. Строгий режим, понимаете, за что вы здесь следуете, да? Эти добрые лица. Сейчас добрые лица будут на следующей слайде, по-моему, на этом. Да, и он говорил, по УДО люди выходят на свободу. Просидели там 12, 15, ну кто как. И это, вот, например, парень просидел 12 лет в тюрьме, вот этот Ренат зовут, из Дзержинска. 12 лет просидел, досрочно выходит. Чего он натворил, я не знаю, но могу предположить. Такие славные ребята все. Но, коллеги, это им положено, видите, как он руки держит, да? Это они все вошли, 50 человек, и руки держались за спиной. Зачем? Так положено, правильно? Вот почему это происходило. Но, а мы живем в свободном мире. И я вам рекомендую, коллеги, настаиваю больше жестов, больше жестикуляции, больше открытости, меньше замыкайте контуры. У них ситуация другая. У нас свободный мир и свободная работа со своим телом. Я же как не сильно сковываюсь, да, вот сегодня, как бы, жестикуляцией. Ну, как-то, как руки идут вместе с разговором. И если я перестану жестикулировать, я просто вообще перестану ходить и буду говорить такую же тональность. Вы чувствуете, как я начинаю вам надоедать потихонечку? Ощущайте? Вы вот так сели рядом с человеком, начинаете проводиться рефлеем, рассказывать, рассказывать. И очень будет надоедать, а всего лишь добавьте языка и влияние вашего тела. Кстати, вспомните, помните, как это было, например, у Гурчика. Попрошу здесь, включите. А потом, голыми руками, без всяких острых применов, раздвину, там у меня какие-то секреты есть, колесо подзажлась. Вам не более страшно? Нет, очень хорошо. Увнулся в лодренности и в таз. Там промыл их чуть ли не щеткой, прополоскал. Ёшкин кот. Фу. И все, что болело, мусорами там. А че, он даже-то пока не умеет? Это же специфическая филиппинская медициня. А-а-а. А-а-а. Да, неординарная компания. Коллеги, ну еще второе видео, у меня остаются уже считанные минуты до завершения. Ну, я взялся за обязательства один ролик короткий показывать. И смысл в чем? Вот я лет, наверное, лет шесть демонстрировал его, периодички, не час, но демонстрировал его для того, чтобы подтвердить определенные слайды. Ну, про жестикуляцию, про визуализацию. И, ну я не задумывался об одном, что я смотрел это видео и сам кое-чему учился. Вот скажите, пожалуйста, вопрос совсем не подходящий. Кто из вас пристегивается на заднем сиденье? На заднем сиденье, да. А-а, допустите, а кто не пристегивается практически часто? Ну, вы понимаете статистику, да? А теперь я о чем расскажу. Вот посмотрите, пожалуйста, это видео и вы поймете про просто пристегивание за рулем, а потом история небольшая. Так вот, это ролик один из победителей в Европейском конкурсе социальных проектов. Посмотрите, он короткий, простой. Тут жесты, тут визуализация, тут нет даже какой-то продукции, тормозов, машин, гонок. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ехал на легковой машине, сзади в сиденье спал, на сзади в сиденье спал и был пристегнут, лежа. Потому что я смотрел этот ролик постоянно. Ну, произошло так, что навстречу выскочила другая машина, мы ехали сто, а не сто. Лобовое столкновение, перелетели через отборник, трижды перевернулись, улетели в кювет, машина вспыхнула, загорелась. В общем, боевик. Я открыл глаза на траве. Я был без сознания, меня вытащили из горячего автомобиля. И, ну, на шатырь там врач пыхал. Ну, в общем, такая вот неприятная штука. И осознание того, что тебя спас просмотр вот этого. Поэтому доходчиво же без других каких-то атмосфер с реальными автомобилями. Поэтому вы передавайте образ жизни, передавайте ту мысль, которую вы хотите донести. Если здесь я хотел донести мысль про пристегивание, то вы жестикуляцией, визуализацией, своими эмоциями доносите, то почему нужно работать с командой Эрифлейм, почему это открывает будущее. И, в общем-то, если говорить про безопасность, делать более безопасной вашу жизнь. Вас уволят сегодня с постоянного места работы, а у вас есть подработка, госимущество перестанет с вами работать, а у вас есть контакты, у вас 150 консультантов других или еще что-то, и вам это будет помогать в развитии. Это зона безопасности. Коллега, я еще пару минут, можно, да, заберу? Я чуть-чуть, вот у меня уже лимит графика заканчивается. И еще заключительный один из блоков, называется «Внимание в детали». Я вам расскажу о случае следующем. Как-то я построил детский садик, 730 метров, 4 этажа. Ну, в общем, разную право деятельности у меня, ну, вот один из них. Ну, захотел бы, такая идея была. Лучше бы я биткоины, конечно, купил в свое время. Мороги столько, вот, просто ужас. Одна из морог. В общем, вот это вот начало строительства. Звонит мне прораб. Говорит, Владимир, у нас проблема. Я говорю, какая, что случилось? Приехал какой-то человек из администрации, громко ругается. Я говорю, ну, дай ему трубку. Дает мне трубку, я говорю, добрый день, слушаю вас. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Николай Георгиевич, я из администрации, я такого-то района, отдел по надзору, зая. Я говорю, ну, ладно, что случилось? Он говорит, и так у вас 4 существенных недостатка. Первое, структурированный парень попался. То есть я сразу понял, вопрос непростой. Я ему говорю, давайте я подъеду, мы лично переговорим. И он даже обрабылся и говорит, давайте. А теперь скажите, пока я еду, что я делаю? Какую деталь я должен знать перед встречей? Что? Недостатки? Там прорабзую, Сережа, что у нас не так? Он говорит, я устранить за час не успею, еще что? Да. Так вот, об этом человеке. Коллеги, я звонил в администрацию, он же сказал, что глава района. Говорю, здравствуйте, как его зовут зам главы администрации? Зам главы. Он говорит, у нас их 6 чалок, оказывается. В этот момент я порабылся за структуру власти в нашей стране особенно. Я говорю, ну ладно, давайте записываю. Записал всех, еду и зазубриваю троих. Но знать всех подозрительно, а троих самое то. Заучил просто три имени. Подъезжаю, подхожу к его машине, здороваемся и идем с ним рядом. Я ему что говорю, пока мы идем? Мы идем, я говорю, Николай Георгиевич, скажите, пожалуйста, а ваше подразделение кто в администрации курирует? Андрей Николаевич, Руслан Дмитриевич или Светлана Егоровна? Он-то, говорит, обвиняется. И отказался, я не угадал. Он говорит, нет, Дмитрий Олегович. Я говорю, а, Дмитрий Олегович. Он на меня смотрит, да. Я говорю, вы знаете, Дмитрий Олегович я лично не знаю. Ну ладно, пойдемте. Что у него в голове? Зато всех других знает лично, видимо, да? Коллеги, ну я же этого не... Реально-то вообще никого не знал. Но я же этого не говорил, правильно говоришь. Но у него такое ощущение возникло. Так вот, и это ощущение помогло ему правильно со мной вести диалог. И меня с ним. Он такой, я вижу, в лице поменялся, знаете, у него прям... И в этот момент я научился читать мысли людей. Он так, что это я не туда походу приехал. Ну, прям, ощущение такого у него. Ну, в общем, поговорили, вот стоим там вот на краю. Говорю, ну что случилось? Он говорит, ну вот у вас мусор, грязь на дороге. Говорю, сейчас уберем, Сереж, давай песняку уберем. А еще, ну техника у вас не санкционированный способ. Говорю, так это же не наше арендованное. Он говорит, ну в принципе, вас можно понять. Ну, как-то так поговорили. А потом я говорю, ну чего делать-то будем? Вот его фраза. Вообще-то, в таких случаях мы отдачаем штраф. Я ему говорю, ну понятно, а в нашем случае? Он говорит, ваше... Так он меняется, я говорю, предупреждение? Он говорит, да. Для первого раза, я говорю, ну естественно, что вы сдавали. Какой парень Коля этот, а? Замечательный человек. Мы с ним общаемся, созваниваемся. Представляете, он мне, ну без шуток, два месяца назад позвонил. Он спрашивает, Володя, привет, там, как дела там? Слушай, а ты можешь пропуск в Кремль сделать? И в этом момент я подумал, вот это обо мне мнение, а? Я говорю, ну слушай, ну вообще все возможно, конечно, но в этом противе, наверное, я вряд ли помогу. Он говорит, ну ладно, будем на связи. Замечательный парень. Более. Но я, простите, я на трениках имя изменил, и он чуть-чуть по-другому зовут. Я надеюсь, что он не догадается, что это он, потому что проезжали ко мне разные службы. Ну и большинство я решал, выглядело так. Кстати, садик выглядит теперь вот так. За один с месяцев его построили. Назвали его, моего лидер, кидс. И получается, сотрудник администрации препятствовал этим людям. Поэтому, коллеги, вы делаете доброе дело, помогая вашим консультантам, вашим клиентам создавать команду. И продавать то, что полезно взрослым, детям. Полезно, в общем, быть... Полезно каждой женщине и мужчине для того, чтобы быть красивее. Быть счастливее, соответственно. И вы становитесь немножко, я в кавычках, психотерапевтом для ваших коллег. Правда? Вы помогаете им выговариваться и даете им возможность помогать другим людям. И самое главное, любить свое дело. И я вам, знаете, в завершение, так скажу, такую фразу, очень острую, но все же. Я вам рекомендую уволиться из компании Алифлэн, если вы не любите свой продукт. Согласны? Вы или по-настоящему любите вот эти вот там крема, туши, ну, любите эту продукту. Пусть может быть что-то не идеальное, но в этой коллекции расстойное здесь, или вы любите, или зачем вообще этим заниматься? Зачем работать в той компании, в той продукции, которая вас раздражает? Или любить ее, или тогда не работать. А в завершение это словами Максима Горького, который сказал, нужно просто любить то, что ты делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. Спасибо большое, и подходите творчеству к вашей работе. Спасибо. Спасибо.